Привет, друзья! Наконец-то выкладываю вебинар «Психология в музыкальном образовании». По большей части, конечно, речь идёт о моём преподавании «Игре на трубе», но, тем не менее, очень многие вещи применимы также и к жизни, и к обучению на других инструментах, и вообще к обучению. Будет сегодня несколько примеров. Я люблю очень приводить примеры, реальные, потому что они дают реальные кейсы, а не какую-то там мысль просто, да. И сегодня будет три человека, планировалось четыре, но, к сожалению, из-за технических трудностей один человек не смог присутствовать. Но будут три разных примера. Один – это обучение в музыкальной школе и решение проблем на ранних этапах, насколько же это может быть важно. Два с половиной года человек, ребёнок не мог играть что-то серьёзное, и очень быстро начал расти, когда всё стало на свои места, стал правильно играть. Второй пример – это решение проблем на уже полупрофессиональном уровне, это консерватория. И насколько же тоже важно вовремя начать делать всё правильно, и тогда тоже начинаешь развиваться даже на высоком уровне. Довольно быстро решать какие-то проблемы свои. И третий пример – это просто любитель, которому сказали, что труба – это не его, и оказалось, что не совсем это так. Даже несмотря на то, что были определённые действительно трудности, как казалось, да, но я никогда на этом не зацикливаюсь и пробую решить вопрос. И, конечно, очень многое зависит от того, какие у вас задачи и цели. Будем говорить об очень многих разных вещах, о мотивации, о волнении, тревоге, предрасположенности к инструменту или непредрасположенности. Я постараюсь сделать максимально подробный тайминг, как обычно, но советую посмотреть вебинар целиком, потому что всё-таки одно дело я делаю тайминг, а другое дело вы смотрите и для себя важные какие-то мысли выписываете. Не всегда те мысли, которые кажутся мне важными на данный момент, могут совпадать с теми, которые вам будут важны на данный момент. Если у вас появляются какие-то мысли, комментарии, вопросы, сразу их можете писать во время просмотра. Это всегда лучше, чем потом, после просмотра, пытаться вспомнить, что же я хотел сказать, написать. И приятного вам просмотра. Дорогие друзья, это Лонот Онлайн, доступное знание от профессионалов. Меня зовут Андрей Липатов. Сегодня будем с вами обсуждать самую главную тему для всех людей на нашей планете. Даже не беря в расчёт музыкантов, музыканты уже, мы все впоследствии, в первую очередь мы все люди, и мы испытываем определённые психологические какие-то моменты, которые нам мешают развиваться по тому или иному жизненному пути, по той или иной сфере деятельности, например, по музыкальному направлению, по искусству, потому что мы все имеем определённые какие-то моменты, истории из детства, взаимодействия с педагогами музыкальной школы или уже в высшем учебном заведении, при взаимодействии в музыкальных коллективах. Мы знаем анекдоты про дирижёров, про различные совершенно истории. И сегодня будем рассказывать и обсуждать с вами, друзья, как с этим работать, как заниматься с учениками, своим опытом поделиться с нами артист компании «Ямаха», концертирующий трубач с наличием дипломов, лауреатского большого количества конкурсов российских и международных. Это Семён Маркевич. Семён, доброе утро. Доброе утро, Андрей. Спасибо за представление такое. Помимо того, что лауреат-исполнитель там когда-то был, уже теперь, помимо этого у меня ещё на сегодняшний момент уже 20-летний опыт преподавания. И сегодня как раз хочу поделиться этим опытом, почему выбрана эта тема и почему именно я о ней рассказываю. Потому что задача моих преподавателей, как мне кажется, на тот момент, когда я учился, была научить тех, кому дано, и тех, кто хочет. При этом там кому дано, и кто хочет, у них определялось чаще, наверное, результатами. То есть не тем там, хочет ли реально ребёнок или что-то, а именно вот получается, значит, хочет. Не получается, значит, не хочет. Причём доходило до абсурда. Люди, приходили дети, которые родители говорят, занимаются часами, но не получается. А преподаватель говорит, ну, наверное, не занимается, значит, раз не получается. Какое, наверное, ну, конечно, бывает, но смело предположу, что редко, что ребёнок и родитель вместе оба обманывают преподавателя. Но это, в общем, незаявленная тема по поводу обучающих семян. С большим преподавательским опытом я стал понимать то, что всё-таки тема психологии – это такая одна из очень, в общем, самая такая, наверное, непонятная для преподавателей, для многих тема и одновременно очень-очень важная. Тем более в моей практике, когда моя история привела к тому, что очень многие люди ко мне приходят именно потому, что у них долго не получается. То есть они уже мучаются там много лет, а вот у них не получается, не получается, не получается, не получается. И они уже приходят ко мне и говорят, ну, вот если с вами не получится, то тогда не буду я играть на трубе. И вот из такой вот ситуации мне людей нужно как-то выводить, объяснять. И, естественно, для этого нужны определённые доводы. То есть не может быть такого, что ну, всё у тебя будет нормально, и пошёл. Потому что, ну, приходишь ты к преподавателю, если человек поменял там 5-7 преподавателей, то очевидно, что он приходит уже без особой надежды такой, ну, этот тот тоже говорил, что всё получится. И тут нужны какие-то обоснования. Определённо, что есть люди, вообще технология и психология, они, конечно, идут бок о бок. Естественно, есть люди, которые там очень талантливые и технически у них всё правильно, и само вроде как получалось там легко, да. Но это очень-очень маленький процент. И большинство людей – это всё-таки люди, которые не предрасположены там к деятельности на 100%. У них не всегда всё получается, тем более, если мы говорим там о трубе. Хотя сегодня у нас, конечно, не заявлена тема именно там игры на трубе, да. Но я говорю через свой опыт, и поэтому я буду говорить о преподавании там музыки и трубы. Хотя по факту, наверное, труба – это такой самый требовательный инструмент именно к стойкости, что ли, спокойствию, потому что мы очень долго начинаем, запрягаем, да. То есть у нас, в отличие от других инструментов, если я… Я не могу просто взять и там нажать клавишу, например, как на фортепиано, и сразу услышать результат. Мне нужно будет поработать, а ещё, чтобы попасть в конкретную ноту, нужно ещё поработать. То же самое там скрипка, я вижу, куда нажать. Я не говорю, что другие инструменты легче. Я говорю о том, что у нас очень высокий входной порог. То есть нам для того, чтобы просто научиться извлекать ноту, которую мы хотим, нужно очень иногда очень много времени потратить. Поэтому в нашей теме наиболее важна психология. По поводу того, что иногда там преподаватель может сказать, что… У меня сегодня есть вот четыре примера, ну, вернее, три, получается, да, осталось. Да, давай представим, кто у нас сегодня. Осталось три примера, один не доехал. Участвует. Да, в общем, сегодня у нас… Почему я выбрал именно этих людей? Гоша, вы, наверное, знаете его, там, кто-то знает из тех, кто мой влог смотрит. Знают, как ещё маленький мальчик, который там несколько лет мучился, у него не получалось. И сейчас он, насколько я знаю, поступил в Гнесинку, в колледж, да, с чем поздравляю. Вот. Второй пример. То есть это человек, который… Ребёнок, который долго у меня не получалось там что-то, он через это прошёл. И сейчас мы попробуем узнать, что он испытывал тогда, что он испытывает сейчас, как у него вообще дела там. Второй пример – это Пётр Долинин. Это человек, история которого, наверное, очень похожа на мою, только моя с не таким на тот момент, наверное, радостным концом. Потому что, ну, как бы с теми же самыми историями, с той же самой историей, которая была примерно у него, то есть там учится-учится, всё вроде хорошо, потом в какой-то момент начинают повышаться нагрузки и перестаёт получаться просто, да. Ну, он не дошёл, слава богу, до момента, когда вообще всё перестало получаться, но я дошёл, да. Тем не менее, он пришёл ко мне, мы преодолели там определённые трудности тоже, и тоже был момент, когда… То есть ты уже в консерватории там учишься, да, и тебе нужно какие-то там давать результаты, и при этом нужно что-то там переставлять. Это тоже довольно такой сложный психологический момент. Третий пример – это Сергей. Сергей – человек, который уже пожил много жизни там, да, увидел всякие разные инструменты, играл, и у него была история в том, что ему в какой-то момент сказали, что труба – это не ваша, займитесь там другим чем-то, да. Мне тоже это говорили, вот. Тем не менее, он сейчас играет, и посмотрим, чему это приведёт, мы недавно занимаемся, но тем не менее, уже играет, и то, что я слышу, ничего абсолютно этому человеку не мешает быть хорошим трубачом, с точки зрения, конечно, может быть, любителя, хотя кто знает, да, и это, кстати, тоже очень важный момент, чтобы различать, вы вообще хотите любительски заниматься музыкой, или вы хотите профессионально заниматься музыкой, это разные вещи, и, соответственно, этому надо свои какие-то там критерии подстраивать под это. Ну и, собственно говоря, столько людей я уже научил, которые… Мне сказали, что труба – это не моё, ну и, собственно, я сам же такой же, да, ещё раз, поэтому, собственно говоря, да, у меня, конечно, есть трудности, там, определённые до сих пор, потому что есть у меня вещи, которые там не предрасположены к трубе, допустим, но, собственно говоря, с кем сравниваем, да, я кайфую от игры на трубе, допустим, я играю не как Сандаваль, не как Накаряков или не как Дакшица, ну, так у меня и фамилия другая, поэтому тут как бы чего сравнивать, да, кому-то нравится там, как я играю, поэтому недостатки-недостатки – это такая обычная история довольно. Обращаю, конечно, ваше внимание на то, что это субъективный опыт каждого всё равно, то есть все люди, которые сегодня будут говорить, это всё равно субъективный опыт, но, тем не менее, мы попробуем через субъективный опыт составить какую-то объективную картину, потому что всё-таки очень многие вещи, они совпадают, где-то стыкуются, там, сходятся, поэтому я думаю, что можно более-менее объективную картину составить. Вот, очень важно ещё понимать, что темы, которые сегодня заявлены, там, волнение, перфекционизм, страхи какие-то, отсутствие мотивации – это всё симптомы. Это симптомы каких-то наших, там, травм, да, которые нам мешают, то есть нам не нужно бороться с симптомами, как часто мы знаем уже, да, что врачи борются с симптомами, например, да, вот наша задача не побороться с симптомами, наша задача найти причины, хотя некоторым это, может быть, и не нужно, да, там, кто-то начинает в причинах копаться так, и я, например, раньше копался так в причинах, что забывал о том, какая у меня проблема. Но, тем не менее, мне сейчас в работе это помогает, потому что я люблю докопаться до сути, и, собственно, за этим ко мне часто люди приходят, которые уже не знают, что им делать. Давайте предлагаю выбрать сейчас… Мне интересно, кто пришёл, какие люди пришли, да, какие критерии. Любитель или профессионал, может быть, вообще не музыканты. Какой у вас возраст? Для того, чтобы каждому там свой возраст не представлять, нам это всё потом в колонке не составлять. Давайте так, до 25, 25, 39 и 39 плюс. 39, чтобы люди, которым за 40 не обижались, что вот за 40 там меняет, да, 39 с хвостиком тоже уже туда, да, то есть люди до 25, это люди, которые, может быть, учатся там, да, или только-только там жизнь, они начинают только обучаться, может быть, профессионально, да. 25, 39 – это люди, которые такие активные, да, тоже важно и интересно. Уже вы там закончили обучение или вы просто для себя решили заниматься там ещё каким-то делом параллельно своей работе. Ну, а 39 плюс – это уже устоявшиеся, состоявшиеся люди, да, которые либо уже музыканты, у них есть проблема, либо они просто решили чем-то заняться, долго там, например, как Сергей там долго сомневались, может быть, додумали там, и вдруг в итоге решили заниматься, да, и как оно получается, не получается. Ну, можете написать также, какие темы вам интересны, да, может быть, кто-то конкретно что-то хочет. Если Андрей там получится, у тебя всё это как-то, если народу много, там сложновато будет структурировать. Ну, в общем, вот такие вот у меня вопросы к вам. Да, пока мы собираем комментарии, и немалый человек, 39 плюс, это и преподаватели из разных городов, и из Беларуси тоже есть преподаватели. Вот сейчас подождём, пока соберётся статистика. Так, мы можем пока продолжить. Да, давайте пока, может, я начну. С чего начну? Наверное, начну с того, что, как я готовился к этому вебинару, потому что с Андреем уже сегодня поделился, перед тем, как мы встретились, потому что была очень интересная, конечно, история. То есть я сегодня буду рассказывать там про волнение, про страхи, про все эти темы, и у меня есть одна привычная история, с которой я ходил к профессионалу, ходил к психологу. Моя тревога там о том, как всё получилось бы, не получилось, там получится, не получится, она приводит к тому, что я начинаю пытаться всё предусмотреть, всё обдумать, всё там записать, какие-то эти истории. Это то, что у меня произошло, собственно говоря, 2-3 дня назад, когда я понял, что вебинар, вебинар по психологии, собственно говоря, в чём история, да, почему же я знаю об этом, работал там с психологом, и в итоге у меня всё равно такие ситуации происходят, потому что это происходит обычно в нестандартных для меня ситуациях. То есть я решил эту проблему там в своей жизни на большую часть, да, но, как, опять же, мне говорили, да, то, что у нас шрамчики всё равно остаются, то есть наши задачи не… мы, в принципе, не должны стать идеальными людьми, наша задача, чтобы мы научились с этим работать. И, собственно, я научился эти моменты отлавливать, и даже в такой ситуации для меня стрессовой, когда я разговариваю, обсуждаю тему психологии, несмотря на то, что я не психолог, да, но я понимаю, насколько важна эта тема сейчас для музыканта, для исполнителей, для тех, кто учится. И здесь как раз, в общем, нестандартная для меня ситуация, я начал это всё обдумывать, записывать, не знаю, там часов на сто, наверное, у меня было материала, то есть просто куча всяких разных текстов, и в итоге где-то, наверное, часов в 9 вечера я сижу и думаю, так, я это всё пишу-пишу, потом такой, так, стоп, что ты делаешь? Либо ты знаешь, что сказать, то есть не то, что либо ты знаешь, что сказать, потому что ты с этим работаешь, ты с этим сталкиваешься каждый день, решая проблемы, вопросы своих учеников. Сейчас что-то пытаюсь сделать, записать всё, что ты знаешь, зачем? То есть я, естественно, начал в этом всём путаться, там огромный пласт, в итоге я просто пошёл спать, абсолютно спокойно, ну, спать, может, и неспокойно, но, в общем, пошёл спать, проснулся я с утра, в общем, проснулся, чувствую просто абсолютное спокойствие, потому что, ну, я понимаю, что я знаю всё, что я знаю, да, я могу это рассказать больше, чем я знаю, я рассказать всё равно не могу, и, собственно, что я записал по этому вебинару, сейчас я вам прочитаю, сейчас перенесу сюда, что я с утра записал, когда я успокоился, да, Я знаю все точечные моменты и не узнаю перед вебинаром больше, чем я знаю на сегодня. Мне нужно просто понять структуру. Это первый момент. Второй. Структура. Почему просто не привести твою ситуацию с подготовкой к вебинару в пример? Тут есть многое из того, о чем хотел говорить, и на практике, собственно, и покажешь. А дальше просто постараться посмотреть на тему глобально, как на карту. Тут все взаимосвязано, проследить просто от чего, к чему идем. Это второй момент. И вот эти вот огромные, огромный поток информации, набор огромной информации у меня превратился, просто сжался до четырех пунктов с небольшими пояснениями. Первое. Рассказать, что сам пережил сейчас во время подготовки. Второе. Каждый ученик, у него своя история, и есть что-то разное, есть что-то общее. Нужно просто спросить каждого, поработать с реальными ситуациями, вспомнить это все. И там будет все, что нужно. Какие у нас заявленные темы? Про волнение, про страх, про мотивацию там есть, нет. Про психологию при изменениях в технологии, про перфекционизм. Это все моя повседневная работа, которую я, собственно, делаю. И, собственно говоря, и то, что нет индивидуальных решений, если нужно индивидуальное решение, понятно, что это нужна индивидуальная работа, не нужно попытаться сделать вебинар индивидуальным для всех. Так, собственно говоря, не бывает, да? Что всем все объяснил, и все довольны, и все все теперь знают. Поэтому, собственно, еще помним, что это сфера психологии, и в ней есть свои специалисты, которые именно этой сферой и занимаются. Вот все, что я записал, я делюсь своим педагогическим опытом, в котором я применяю эту сферу. Я не провожу сейчас психологические сеансы, да? Для этого нужно идти к хорошему психологу. И только обязательно выбирайте его лучше по рекомендациям знакомых и друзей, результаты которых вам понравились. Потому что психолог работает с мозгами, и это может быть больно, если поломаю. Третья тема – как получать удовольствие. Собственно говоря, она решается всеми теми вещами, которые мы скажем. Это третье, что я записал в плане. И четвертое – взаимодействие с преподавателем. У меня очень много опыта по этой теме, я просто должен им поделиться. Все. То есть все вот эти вот вещи, которые я там писал часами, почти сутки потратил на это, в итоге я просто их вот так вот структурировал в 4 пункта. Ну и, собственно, давайте теперь по этому плану пойдем. Да, предлагаю сейчас приступить. У нас сформировалась определенная уже статистика. В основном примерно 50 на 50 – это до 25 лет. И 39+, даже может быть 39+, чуть-чуть выходит вперед в пропорции. А также, конечно, есть несколько слушателей в среднем в возрасте 25-39. Но в основном, получается, те, кто делает свои такие первые фундаментальные шаги, и те, кто уже преподает и активно живет в музыкальном искусстве. Мы же не знаем, что они делают. Может быть, они в 39 делают первые шаги, Андрей. Это тоже такой момент тонкий. А значит, любители-профессионалы. Насколько я вижу, что здесь в основном профессиональная аудитория, те, кто преподают, те, кто исполняют. Ну, конечно, есть и любители. Максим – ортодоксальный любитель. Анатолий – юрист, барабанщик – тоже любитель. Так что разная аудитория, но вот преимущественно так вот. Ага, я понял. Ну, в общем, давайте тогда, собственно, начнем с меня. Мне 36. Я почти 39+, получается. Но я уже профессиональный музыкант, профессиональный преподаватель. И я сейчас расскажу, собственно, по плану, что у меня происходило с вебинаром. Вернее, я рассказал уже, что у меня происходило с вебинаром. Что в итоге произошло. Я просто остановился и спокойно с этой темой разобрался. Значит, по поводу страха. Давайте теперь дальше. Страх и волнение – вот эти все истории. Нужно понимать, что страх – это такая вещь, которая может быть полезна. Потому что страх, что это такое страх? Это значит, что мы думаем, что нам что-то небезопасно. И нам нужно понять, собственно, а что там опасного такого, что может произойти такого, что мы вот боимся. То есть это здоровое, нужное нам чувство. Не надо его делать своим врагом, пытаться его заткнуть и как-то, не знаю, преодолеть. Это, конечно, такая история, которая довольно часто советует, что свой страх надо преодолеть. Но тут есть такая тема, что преодоление – это как бы очень большое напряжение и очень опасная тема тем, что если вы пытаетесь преодолеть, но вам, например, не хватает сил или не хватает смелости, то вы начинаете себя. Я слабый, не могу преодолеть эту систему. То есть на это надо очень много энергии, решиться, не решиться, могу, не могу, получается, не получается. И эту энергию можно очень долго тратить и в итоге так и не прийти к результату. Это будет самое больное, самое обидное, что в итоге результата нет. Поэтому первое, что нужно понять, страх-то обоснованный или нет. И задать себе вот этот вопрос, что, собственно, может произойти такого опасного, что самое страшное случится. Вот если, допустим, у меня этот страх, он произойдет. У меня был такой страх, вспомню свою историю, если брать, что я в консерваторию не поступлю, потому что когда у меня начались проблемы с губами, я испугался, что я не поступлю в консерваторию. Для меня это была самая просто, ну, катастрофа, в общем. И дальше что нужно, и что, собственно, дальше будет? Я тогда для себя рассуждал, что если я не поступлю в консерваторию, все, это конец вообще. Ну, то есть я все время к этому шел, и вот оно, раз, и оно не получилось. Это был бы кошмар, да? Но в итоге так и произошло. Мой самый страшный кошмар. Я выиграл конкурс Табакова в 2004 году, первую премию получил. И, собственно, понял, что у меня какие-то проблемы начинаются. И для меня стала очень стрессовая ситуация, что я понимаю, что, блин, я же могу не поступить в консерваторию. Хотя я готовился к этому, ну, все годы пока учился, так и готовился. Но, как показала жизнь, собственно говоря, воплощение самого страшного кошмара – это не так уж и плохо. Я боюсь представить, что было бы, если бы я поступил, это могло бы быть, наверное, гораздо большим кошмаром. Потому что был нарыв, который зрел, и так его, в итоге его прорвало, получается. То есть у меня он зрел-зрел-зрел, и в итоге его просто прорвало. Я не поступил в консерваторию, суета, все дела, там куда-то побежал, в какой-то институт поступил. Не в какой-то, в институте Неполитова Ивана. Спасибо, что приютили. Поступил к человеку, с которым мне, наверное, очень повезло, Дубровин Евгений Дмитриевич, очень повезло в том плане, что он мне сказал, я не знаю, как надо, я вижу, что у тебя проблемы, я не знаю, как надо, я знаю тысячу способов, как не надо. Наверное, это странно слышать от преподавателя, но, тем не менее, он мне сказал, я вижу, что ты занимаешься каким-то своим делами, что ты ищешь, я тебе мешать не буду. И он меня прикрывал вплоть до самых зачетов, и огромное ему за это спасибо. Это, наверное, то, что мне тогда именно было нужно. И это то, о чем мы сегодня, может быть, тоже поговорим, если успеем, как выбрать своего преподавателя, потому что мне повезло, что в момент, когда мне нужен был такой преподаватель, который просто меня поддерживал и говорил, давай, ты занимаешься, я вижу, делаю там свои дела, я не знаю, как, но я вижу, ты найдешь. И в тот момент мне нужен был именно такой преподаватель. В итоге я нашел, и теперь, собственно, помогаю другим находить. То есть мой самый большой кошмар, который реализовался, в итоге стал, ну, скажем так, как подарком, наверное, в какой-то степени, да, потому что огромное количество людей из разных городов, уже из разных стран ко мне обращаются, и я им помогаю, вижу эти результаты, и теперь консерватория приходит ко мне заниматься иногда. Тут ремарка нужна в том, что я не считаю, что это проблема наших вузов, потому что многие мне после того, как я вложил видео с Петей, сказали, что как так, консерватория, там, что-то такое, вузы не должны заниматься базовой технологией. Это просто не их история. Да, поэтому это тоже важно понимать, и тут скорее важно, наверное, чтобы структура вуза у нас немножко поменялась, и чтобы, я говорю, наверное, сейчас по преподаванию именно технологии трубы там, да, чтобы у нас был предмет технологии трубы. У нас есть методика игры на духовых инструментах, но я был на этой методике. Привет и преподавательству ему передавать не буду, может быть, он увидит этот вебинар. В общем, ну, слушать это было просто невозможно, честно говоря, это профанация полная просто, ну, неинтересно, в общем, ни о чем. Поэтому это нужны именно люди, которые разбираются в технологии на практике, которые могут, например, там, ученику, да, на предмете показать, то есть преподаватель там трубы по технологии трубы, преподаватель по технологии скрипки, там, я не знаю, да, потому что пока у нас такой провал, то есть люди приходят после школы, там, училища, и их начинают заново учить, как играть на инструменте. Это ненормально. То есть этим уже не надо заниматься в ВУЗе. Ну, тем не менее, пока эта проблема присутствует. На мой взгляд, решение такое. Дальше. По поводу еще страхов, да, важно понимать то, что реально, что нереально. То есть насколько мы вот, мы задали себе вопрос, там, страшно, почему страшно, да, что произойдет, если будет страшно. Посмотреть, это реальность или нереальность, реально ли такое может произойти. Потом посмотреть, зависит от меня или не зависит от меня. Если от вас не зависит, то, понятно, что ты уже ничего с этим там не сделаешь, да, нужно просто принять и работать с тем, что есть. Но большинство страхов, на самом деле, они не такие уж и реальные, как, например, мой про то, что я не поступлю в консерваторию. Конечно, это был стресс, но это был стресс, потому что я не знал, что дальше. И это основная, собственно, причина страха, мы не знаем, что дальше. Поэтому нам страшно, мы не понимаем, если мы говорим про, там, изменения какие-то, да, в постановке. Давайте, ну, в общем, если коротко, цена многих ошибок преувеличена, короче говоря, да. Так же, как и ценность мнения других о ваших поступках. Давайте перейдем к Георгию. Мне хочется у него спросить, как у него сейчас дела, как он, какие у него были, может быть, страхи, там, да, волнение какое-то. Как он справлялся с мотивацией, когда он много лет мучился. Я не очень представляю, честно говоря. Я даже задумывался на эту тему, а стал ли бы я трубачом, если бы у меня была такая ситуация, как у Георгия. То есть у меня была ситуация, что я играл с детства, у меня все получалось довольно легко, на самом деле. А потом у меня случился вот такой вот провал. А у Гоши у него наоборот. То есть у него сразу была такая история, когда вот он занимается, 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 а ничего не получается. И вот мне интересно, к сожалению, у нас был еще четвертый пример, как раз человек, который в детстве занимался, занимался, у него не получалось. В итоге он во взрослом возрасте пришел, и все получается. Это очень интересная работа сейчас у нас идет. Но, к сожалению, этого примера не будет. Давайте послушаем Гошу. — Сначала хотел сказать по поводу мотивации. Вот с этим у меня вообще никогда не было проблем, так сказать, потому что, сколько я себя помню с инструментом, все было в радость. Мне все время очень нравилось заниматься, играть и пробовать что-то новое. Поэтому это вообще никогда не было даже пунктом в списке моих проблем. — А как ты... Тебе нравилось заниматься, даже когда у тебя не получалось? — Ну, когда не получалось, хотелось, чтобы скорее получилось. Я делал все возможное для этого. — То есть ты был в ожидании, что получится когда-то? — Да. — А что касается того, что... Ну, с этим у тебя не было проблем. Окей. Когда ты пришел, у тебя стало получаться, и ты что испытал? Какое ощущение? — Я такую как бы радость и свободу ощутил довольно уже скоро, но когда стало получаться. Мне стало намного приятнее, комфортнее, естественно, играть в инструменте, заниматься. Развиваться я наконец-то начал и стоять на месте. И даже тогда... Сколько мне было? Восемь, девять лет я даже тогда это смог почувствовать. — У меня тоже есть вопрос. Если можно, какой был в жизни самый главный музыкальный страх, связанный с музыкой, с исполнением сцены? Может быть, что самое было страшное в период? — Музыкальный страх, ну, такое как бы... Все время был такой небольшой... Не то что страх, а такое необоснованное, тайное опасение снова все потерять. Вот это, конечно, самое ужасное. — Да, и это как раз история про меня и про очень многих моих учеников, которые... То, что мы сделали в тизере, да, то, что... Проблема психология при проблемах в технологии. — Это история моя, это история Пети, это история была бы Юры, если бы он пришел. Это история еще огромного количества людей, которых сразу не получается. То есть они вроде бы делают, но не получается. Вроде бы там что-то пытаются найти, но не получается. Поэтому один из секретов, наверное, в какой-то степени Гоша рассказал, да, то, что нужно время, чтобы оно получилось. Но просто времени недостаточно, потому что вот если бы Юрий пришел бы, да, мы бы обсудили бы то, что он делал-делал, делал-делал, но в итоге так вот и ничего и не получилось у него все равно, да, потому что делать просто... Это напролом переть, когда у тебя не получается много лет, это, конечно, тоже лишнее. То есть надо искать именно, почему не получается, если уж нет развития, да, то, что Гоша сказал. Но тем не менее, сколько ты, получается, три года, когда пришел ко мне занимался? — Три года, да, в третьем классе я был. — Да, вот то есть в третьем классе, значит, два с половиной, наверное. Два с половиной года ребенок терпел, занимался, и в итоге оно получилось. То есть если говорить про меня, то я терпел с 20 лет, получается, до, наверное, где-то там 33. То есть я терпел вообще 13 лет, мне постоянно каждый день казалось, что вот у меня получается, потом опять не получается, и самый большой страх у меня был, что у меня опять перестанет получаться. И если уж мы говорим откровенно там, да, про примеры, мой личный пример, что я до сих пор очень ничего не записываю, например, там, даст, ну, особо не записываю, там, надо какие-то записи у меня есть. Я очень редко выступаю, потому что у меня до сих пор не до конца есть уверенность в том, что хотя я уже абсолютно спокойно играю, даже когда у меня плохое состояние, то есть по сравнению с тем, как раньше было, да, я сейчас вообще не занимаюсь, могу играть свободнее и легче, чем раньше, занимаясь часами. Но этот страх того, что я сейчас пойду, у меня вдруг опять все, значит, начну там играть, да, у меня будут какие-то концерты, и вдруг у меня все опять развалится, провалится. Это вот этот вот страх, который меня со мной вместе с тех пор, как у меня вот эти проблемы начались. И с ним работать мне очень непросто, хотя я с ним работаю, но вот до момента там каких-то глобальных вещей, я, типа, записи альбома, например, да, или концертов каких-то больших, мне сложно добраться пока. Вот, поэтому, хотя, опять же, если посмотреть на этот страх, да, на чем он основан, если мы смотрим на реальность, то я выступаю, у меня стабильное исполнение, там, да, какого-то диапазона, там, выдержки, у меня все стабильно. Если я занимаюсь хотя бы даже пару недель стабильно, то я спокойно могу играть все те вещи, которые нужны для того, чтобы выдержать, там, концерт полчасовой, там, без перерывов, если, да, или, там, два отделения по полчаса. У меня губы быстрее гораздо стали отдыхать. То есть этот страх не особо реален, на самом деле, да. И тут надо, наверное, разрешить себе быть неидеальным, и для меня это тоже очень сложно, было раньше. И один из примеров даже, наверное, физического влияния на психологию, физиологического, как мне надо сказать, физического, да, то, что у меня облизали губы, я всю жизнь, все время, очень долго, много лет думал, что причина в том, что я неправильно что-то делаю, неправильно как-то где-то складываю что-то. А в итоге, опять же, с помощью психолога, который мне сказал просто, что, ну, отчеты, что происходит там, да, я приходил на выступление и вот чувствую, что что-то не то, думаю, блин, опять что-то не то, не мог сыграть нормально, потому что было некомфортно. В итоге играл не так, как мог бы, расстраивался по этому поводу, переживал, уходил домой, опять занимался, это было там лет, ну, года три, наверное, еще назад даже такое было, да. Опять занимался, приходил, опять стрессовал по поводу будущего выступления, и в итоге просто он мне сказал, ну, ты как бы разреши себе налажать, просто быть не супер каким-то крутым. Еще один момент, который был важный, то, что я должен быть, если мы говорим о перфекционизме, я должен был быть самым-самым там классным, типа крутым, не то что самым, но просто крутым, даже в тех вещах, в которых я не занимался особо, не уделял там внимания, или был, например, вообще импровизация, там, игра джазовой музыки, для меня это я, сколько я ей занимался, ну, вот с тех пор, как у меня проблемы начались, но я никакие там не заканчивал джазовые вузы, или там, да, вот эти, не занимался с джазовыми преподавателями, но требовал от себя, чтобы я был вообще, типа, супер-супер там какой-то, да. То есть это тоже очень важный момент, почему вы от себя требуете быть лучше, что, если мы говорим про перфекционизм, да, он должен быть обоснованным. То есть можно, на самом деле, по поводу там друг или враг перфекционизма, да, я не думаю, что он прям такой враг, просто перфекционизм, это все равно подразумевает, что это какая-то, ну, перебор, да, то есть мы прям вообще туда и прем, и прем, да. Но вообще, наверное, здоровый перфекционизм, если можно так сказать, да, когда я хочу быть лучшим там в своем деле, если, например, там беру преподавание, я работаю для того, чтобы, у меня есть глобальная цель там, чтобы люди могли учиться играть на инструменте, чтобы они поняли, что, во-первых, на трубе не так сложно играть, как многие раньше думали, и это уже реальность, потому что, ну, по моим примерам видно, что люди, которые не могу, не мое, играют, ну, все, кто ходит там полгода-год, все играют лучше, чем когда-либо. То есть это говорит о том, что это все работает, и люди могут играть. Другое дело, что там, если мы берем перфекционизм для, например, приходят ко мне любители и говорят, я хочу играть как сандаваль, ну, ты занимайся как сандаваль для начала, да, и потом там сандаваль с детства играет на трубе, там, да, он занимается только там трубой, музыкой. Если ты уходишь на работу, у тебя там занятия день через три и по полчасика, то не надо предъявлять себе требования как сандаваль, ну, то есть это просто необъективно, да. И вот эту объективность тоже очень важно понять, и тогда мы, собственно, разрешим себе, если мы говорим про любителей, про людей, которые, это, наверное, такой страх ошибки, наверное, да, это нормально ошибаться, мы не идеальны, и мы можем сказать что-то не то, сделать что-то не то. От этого, ну, то есть это просто нормально. Мы можем сделать на максимум того, что мы сегодня можем, но мы не можем сделать на максимум того, что можем сделать завтра. И перфекционизм, например, мне мешал сначала сделать сайт, потому что он должен был быть самым хорошим. Я его переделал, тысячу раз переспрашивал. Потом мне мешало сделать текстовый блог, потому что люди же увидят, что я пишу, а вдруг неправильно напишу. Но я решил этот вопрос сначала тем, что там же можно исправить в тексте. Потом у меня возник новый вызов – видеоблог. Ну, видеоблог – это же вообще, теперь попробуй перепиши. То есть ты сказал что-то, оно улетело, 4 года назад ты что-то сказал или 5, а тебе человек такой, ну вот вы сказали, я вот услышал, а вот вчера вы сказали другое. То есть у тебя прошло там, допустим, 4 года. Хотя, на самом деле, иногда там, когда видео мне пишут, там комментарии люди, я смотрю, в принципе, я пока там совсем согласен, что я говорю в видео, там каких-то прям совсем вещей, которые у меня я пересмотрел, особо нет. Но, тем не менее, это будет происходить. И я задал себе такой вопрос, когда вот сейчас у меня стоит задача, я хочу сделать курс. Потому что мне написали комментарии, сделайте. Мы сейчас разговариваем просто про строки, да, которые у меня присутствуют, но наверняка они такие же присутствуют и у людей, которые там начинают заниматься на трубе, или там преподаватель, который считает, что у него все должны играть обязательно и так далее, и так далее. Или музыкант, который считает, что у него, исполнитель, который считает, что у него все должно получаться. И у меня возник такой вопрос. А вот я сейчас записал вебинар, хочу сделать курс. И у меня возник такой вопрос. Люди, которым интересно мои знания, то, что я, мой опыт, то, что я уже получил опыт, который у меня на сегодня есть, они хотят сегодня его получить от меня. Сегодня хотят. То есть вот люди, есть люди, которые там хотят сегодня научиться лучше играть, чем вчера, да, они у меня спрашивают опыт. И вот они бы захотели бы как? Чтобы я записал этот курс через месяц, допустим, то есть поработал над ним и выпустил его? Или они хотят, чтобы я еще подумал над ним, чтобы я набрался еще опыта и потом его выпустил? Вот у всех будет, на самом деле, наверное, кто-то скажет, что да ладно, через месяц нормально. Ну а если мы берем не месяц, если, допустим, я этот курс бы хотел, когда я максимум опыта наберу, но он же все время улучшается, получается, что курс, который я выпущу через месяц, будет хуже, чем курс, который я выпущу через год. А курс, который я выпущу через год, будет хуже, чем тот, который через 5 лет. А тот, который через 5, чем тот, который через 20. Но я могу, конечно, через 50 лет выпустить курс, но вряд ли он будет нужен тем людям, которые сегодня на вебинаре. И доведя до этого абсурда, я понял, что, ну окей, через 50 лет, конечно, я буду за это лучше, но кому нужен будет этот курс? Внукам, нашим внукам, но при этом нашим внукам-то я дальше буду развиваться. То есть получается, идеально это записать курс, сделать его в свою последнюю минуту своей жизни. Вот тогда это будет тот курс, который я дал максимум того, что могу. Но это же полный абсурд. То есть люди хотят сейчас получить опыт, и у меня его много. Конечно, я могу сказать что-то не так, сделать что-то не так, но я сделаю то, что я могу сделать на сегодня. Это было как раз про страх мой, что я вебинар этот бедный и так, и сяк, и туда написал, и сюда написал, и в итоге только стал путаться в том, что я написал. Поэтому важно понимать то, что мы на сегодня готовы вот настолько. Еще один такой момент. Здесь стоит отметить, что это абсолютная проблема каждого человека, исполнителя, потому что все боятся выпускать свои альбомы, откладывают учебники, издавать любые продукты, потому что хочется стать еще лучше, еще лучше, еще лучше. Всегда нужно поставить все-таки точку золотую, как с ремонтом. Его можно только закончить. И мы будем лучше, да. А еще один момент классный. Я подумал, когда готовился тоже к вебинару, что вот я не могу записать курс, а потом подумал, Андрей, Липатов Андрей, сделал вообще компанию. То есть я там какой-то курс один боюсь записать, переживаю. А он записал уже столько этих курсов, уже столько всего. Посмотрите, вот просто люди, у него же становится больше подписчиков у Ланот онлайн, больше каких-то людей, которые пишут благодарность, которым помогает это. Почему? Потому что он делает, он выпускает, он не ждет, когда у него компания будет, наконец, такая, что вот теперь-то он ее запустит, и она будет идеальной. Он делает и в процессе начинает какие-то вправки вносить, да, потому что мы можем ошибки исправить. Это страх ошибки, да, что, ой, я ошибусь. Ну, конечно, ты ошибешься-то когда-нибудь там где-нибудь, но эта ошибка поможет тебе, только ошибившись, ты можешь сделать вывод и эту ошибку исправить. А строить там у себя в голове мы можем что угодно. Мы не поймем, есть ли ошибки, пока мы на практике не применим. Попытаться все предусмотреть, это тоже очень много историй у меня в жизни есть, когда ты пытаешься все предусмотреть, а в итоге жизнь тебе говорит, а вот как с консерваторией, например. Я думал, что я 100% поступлю. Какие у меня шансы не поступить? Я уже лауреат первой премии конкурса Табакова. Для трубачей московских там и российских это значит, что ты топ. И вот тебе раз, и я не то, что не поступил там, да, еще дай бог, чтобы вообще что-то играл. Поэтому вот это вот все сделаю, все предусмотрю. Я бы хотел сейчас с Петей немножко пообщаться, потому что я знаю, что надо уходить. Он сказал, час у него есть, осталось буквально 15 минут. Я бы хотел его историю разобрать. Петя, расскажи, поделись, какие у тебя были ощущения, как ты попал ко мне, с какими мыслями, какие у тебя были там страхи, да, и что в итоге. Да, друзья, всем привет. Спасибо большое Семену, что начал очень важную тему, на самом деле. Я слушаю вас, смотрю на вас и думаю, действительно персфекционистом быть нельзя. Все это, наверное, берет начало от юношеского максимализма. Вот как говорит Семен, например, да, хотел поступить в консерваторию, очень сильно боялся и думал, что все. Сколько тебе было? Лет 20, наверное, в это время, да, когда ты поступал в консерваторию? Ну да, 19-20. Вот, юношеский максимализм как раз вот оно самое, это время для него, и все, и ты думал, что после этого жизни нету. На самом деле я тоже очень хотел поступить в консерваторию, я думал, что вот я поступлю в консул, и вот там вот, ну скажем, все будет хорошо. Это, знаете, как, к чему ты идешь, 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 и думаешь, вот, наконец, и вот это сегодня, вот я в списках узнаю, вот он, я здесь. И думаю, все, с этих пор жизнь моя пойдет совершенно по-другому. Но так это, к сожалению, не работает. Дни идут дальше, и ты думаешь, так, подожди, ну вроде как ничего не поменялось. Поменялись, по сути, стены, куда ты ходишь, труба осталась той же самой, ты остался тем же самым, просто у тебя чуть больше опыта стал. У меня получилось так, что я учился в колледже у Остапенко Сергея Николаевича. Хороший педагог, царство ему небесное, очень хорошо он на начальных этапах мог поставить, сделать постановку, дыхание, все объяснить. Я у него учился в музыкальной школе, потом к нему уже пошел в колледж. Заканчивал я колледж музыкально-театральной искусствии имени Вишневской. И где-то со второго курса консерватории, о консерватории говорю, колледжа, у меня начались проблемы. Они начались с того, что я переиграл губы, ну я так думаю, что я переиграл губы серьезно. Может быть это не так, может быть это так. Суть в том, что я играл на трубе очень много. И в какой-то момент я почувствовал, что, я помню конкретный день, когда я почувствовал, что все, что-то сегодня не то с губами. И в принципе с каким-то внутренним, ну то есть как-то вот что-то не то. И как всегда думаю, ну это пройдет, ничего страшного, все будет хорошо. Потому что, как сказать, всю жизнь было хорошо, у меня всегда все получалось, каких-то проблем не было. Думаю, нормально, рабочий момент, нужно отдохнуть. Я отдохнул где-то, наверное, дня три. Взял трубу, думаю, о, вроде хорошо. Ну так как-то тихонечко размялся, чтобы как-то нагрузку не давал особо. Но в итоге, в итоге я понимаю, что с этих пор у меня пошло все по наклонной. К сожалению, вниз. И колледж я заканчивал, несмотря на то, что закончил на отлично, сдал госэкзамен, хорошо сыграл. Играл гейнезики, концерт, как крупную форму. И вроде бы все было хорошо. И я поступил в консерваторию. Все кажется, ну так вроде, ну ты же поступил, ты же все. Сейчас я учусь у Новика Вадима Алексеевича. Сейчас буду уже пятый курс. Вот уже начался, 5 сентября, пятый курс. И с первого же курса я понимал, что со мной что-то не так. Я смотрю на ребят, которые играющие, трубачи, да, со мной в классе. То есть, опять же, у меня не было такого опыта раньше взаимодействия с другими трубачами. Так много. У нас колледж был маленький. Ну, в музыкальной школе что взять? То есть, какое там нормальное взаимодействие с другими, скажем так, коллегами, да, может быть. Все не думают о трубе. Серьезно. И я понимаю, что что-то не так. Я не могу так же долго играть. Я не могу высокие ноты брать, такие же, как они. Я не могу брать такие же произведения, как у них. Я понимаю, что в оркестре, несмотря на то, что у меня было мало опыта, я понимаю, что мне мешают какие-то чисто исполнительские, технические моменты. И я не знал, что с этим делать. Я, естественно, начинал что-то как-то предпринимать. Ну, что, значит, не получается, значит, надо заниматься. Значит, они много занимаются, а я мало занимаюсь. Ну, логично же, да. И думаю, ну, хорошо, все. Есть план, идем по нему, все хорошо, все окей. Но так это не работает, к сожалению. А как мы вначале заметили, перфекционистом быть нельзя, но хочется же. Хочется, чтобы получалось. Хочется, чтобы ты вот вкладываешь, и тебе кажется, ну, ты вложил два часа времени, и тебе на выходе хочется получить результат определенный. А его нет. И на самом деле моя уверенность в том, что труба, это мое, начала потихонечку так ослабевать. Потому что второй курс колледжа, это третий курс, четвертый курс, первый курс, второй курс, и вот третий курс, это уже пять лет. Плюс у меня еще была армия, это еще шесть лет. В армии вообще все было плохо, потому что сон, очень, естественно, такой нерегулярный, еда, ну, в принципе, отдых, нагрузка, то есть они очень сильно выбивают, особенно когда у тебя проблемы. Они, скажем так, немножечко выбивали из колеи парней, у которых все было хорошо. Я с этими ребятами сейчас учусь, у них тоже все хорошо. Вот, меня же они выбили совсем. Потому что все совсем расстроилось. И я просто после армии пришел, и я думал, что все, ребят, труба, до свидания. Потому что я не хочу на ней заниматься, потому что у меня ничего не получается, ну, а смысл какой? Вот, и на этой, на самом деле, на этой железяке весь свет не сошелся. То есть, если у вас, ну, это мое мнение, мне кажется, что если у вас вообще-вообще не получается, ну, все пути открыты, жизнь только начинается. На самом деле, то есть это мы сейчас таки говорим, да, труба, классно, вот, но это не для всех решение. Ну, или там, например, не труба с инструментом. Тут надо тоже реально оценить свои шансы, реально подумать, потому что, если вы хотите, не знаю, что-то добиться, нужно подумать вообще, сможете ли вы это сделать или нет. Но это мы, это мы, больные люди, музыканты все, особенно трубой больные, здесь собрались. И вот, ну, пытаемся, пытаемся, и у нас получается. Ну, так вот, доучился я до третьего курса, и так получилось, что я наткнулся в Ютубе на видео Семена. Почему не получается играть на трубе? По-моему, такое видео было на канале у него. Почему не получается? Да, 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 главная причина, почему не получается, оно где-то шло 25 минут, и это редкость, что я посмотрел все видео, потому что обычно я начал смотреть, особенно видео трубачей, там, да, педагогов, и ты смотришь, думаешь, ну, не, ну, правильная вещь, конечно, говорит, но это все так вот, в общем, обтекаемо. Это вот классные вещи, когда тебе начинают объяснять, ну, вот дыхание нужно брать правильно, ну, естественно, нужно брать правильно, окей, давайте разбирать, как его правильно брать. Нужно следить за вот этим вот режимом отдыха, там, вот это вот занятие, вы там позанимались, столько-то нужно отдохнуть. Я такой, ну, ребят, ну, все это делается, и что вот, ну, ну, не работает. Вот, нужно там, там, постановку, ну, опять же, сколько людей, столько мнений, кто-то там говорит, там, столько-то там, да, миллиметров на верхней губе, столько миллиметров на нижней, там, ну, штук, померьте, рулеткой, вот, и пытайтесь найти вот этот баланс, и тогда у вас точно получится. Кто-то говорит, там, угол, да, какой-то менять. То есть, ну, мнений миллион, и у каждого оно свое, и, естественно, вот так вот метаясь от одного к другому, ничего не получится. Вот, и Семен сказал в том видео, по-моему, такую мысль, что мы пытаемся очень быстро найти решение. То есть, например, вы сегодня проснулись и почувствовали, что вам, например, нужно что-то поменять. Пытаемся найти быстрое решение. Не быстро найти решение, а быстрое, которое сразу... Вот, да, 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 быстрое решение пытаемся найти. То есть, нам что-то почудилось, что вот, мне кажется, что если я вот начну играть носом на трубе, то у меня получится. Ну, я утрирую, конечно. И мы пытаемся, все, сейчас вот это вот через два дня проходит, нет, носом не получается. Я попробую играть ухом. Вот, ну, понятно, что мы что-то меняем, и у нас проходит слишком мало времени, чтобы мы вообще почувствовали разницу. Петя, маленькую remarку сделаю, сейчас, извините, я перебью, потому что мы сейчас говорим о том, что у людей сразу не получается. То есть, если у людей, у которых получается, у них этих проблем нет. Но человек, который либо начинает, либо вот он что-то меняет, особенно, когда что-то меняет, ему хочется, особенно, когда он до этого играл. То есть, нам же кажется, тут какая история, что когда мы, то, что у меня было, опять же, что у Пети было, мы играем, и вроде все получается на том уровне, на котором мы сейчас. А потом он начинает давать задачу выше. Вроде бы все тоже получается. А потом еще выше. И вот тут уже начинается, ой, что-то тут это надо сыграть, а не получается, поджал, зажал, что-то там сделал. И так рождаются плохие привычки. И если преподавателя в этот момент нет, то эти привычки становятся нашими постоянными спутниками, да. И у нас система меняется. Если мы изначально все время правильно играли, то эту систему очень сложно перебить. То есть, человек играет правильно, и когда ему что-то там хочется сделать куда-то повыше, он все равно правильно играет. Но если уж он эту систему перебивает, то теперь неправильные привычки становятся системой. И чтобы их перебить, тоже требуется время и внимание. Нужно сознательно посмотреть, что с ними можно сделать. И когда человек делает, вот именно у него позиции меняются там или что-то, да, то он ищет быстрое решение. Почему? Потому что он думает, что я же когда-то играл, и у меня все получалось. Значит, есть какое-то решение, я что-то сделаю, что-то не так. Так, если я сделаю так, то у меня сразу начнет все играться. Только он забывает о том, что это все были последовательные действия, которые привели к какому-то результату. А сейчас он пытается каждые там 2-3 дня что-то новое пробовать, как было у меня, как было, я так понимаю, у Пети, и еще очень многих людей, которые ко мне приходят. Просто люди начинают перебирать варианты и не дают ни одному варианту сработать. И именно поэтому, это, наверное, важность преподавателя, потому что у него есть опыт, который в нужный момент он понимает, что вот это делай, вот столько делай, и вот это вот получится. А у ученика у него нет этого опыта. Или, может быть, у него только свой единственный опыт. То есть он не понимает, что преподаватель видит дальше. Он видит, что вот это он будет делать, и у него вот это получится. Если не получится, значит, надо пробовать что-то другое вот через такой срок. А ученик, он не понимает этого. У меня есть опыт, например, как у преподавателя, огромного количества уже вариантов, у кого что как идет, у кого что как меняется. Поэтому я могу даже ученику иногда пообещать, когда есть страхи, что не получится, если я вижу, что определенные какие-то сигналы, я вижу, что сейчас раз чуть-чуть начнет получаться через столько. Я говорю человеку, например, сейчас наверняка смотрят несколько меня учеников, наверняка я им говорил, особенно у тех, у кого там сложно что-то идет, не оценивай себя столько-то времени. Например, там, не знаю, три месяца, полгода. Кому-то могу год сказать. Это зависит от того, какие задачи. И человек начинает просто спокойно заниматься. И это история, которая... Короче, хочется, чтобы было либо сразу, либо чтобы было как раньше, как вроде бы как получалось. Нужно остановиться, выстроить систему. Это, кстати, про мотивацию, если мы говорим. Нужно выстроить систему, понимать задачу, куда мы идем. И понимать, самое главное, разбить ее на этапы. Если мы себе ставим задачу, я хочу научиться играть на трубе, это непонятно. Что значит, я хочу научиться играть на трубе? Когда ты поймешь, что ты научился. Потому что если мы не ставим себе эту планку, то тогда мы можем постоянно ее отодвигать сколько угодно раз. Вот мы сделали это, и вдруг такие, ой, ну, я вот это хотел, но я хочу вот это теперь. И мы постоянно можем быть недовольны. Это такое благодатное поле для перфекционизма вечного. Что я вот это хотел, вот это теперь вот это хочу, теперь вот это хочу, и все время недовольны. А если мы себе ставим, например, задачу, я хочу научиться играть на трубе, я хочу через год сыграть в summer time. Потом мы эту задачу, хочу сыграть в summer time, смотрим, а что мне нужно сделать для того, чтобы сыграть в summer time. Если мы берем Петю, например, того же самого, что я хочу получить? Петь, что ты хотел получить? Когда ты ко мне пришел? Ну, конечно, я хотел получить более широкий диапазон. А что такое более широкий диапазон? Ну, как, я просто понимал, например, что вот, грубо говоря, у меня не берется, например, стабильно нота ре третьей октавы. Вот, и мне хотелось бы там ре ми лазить в нее стабильно. Вот я, то есть, ну, такие задачи. И, например, про низ тоже, если говорить про конкретно, вот, что вот я хотел. Внизу тоже были определенные сложности, потому что не было контроля там никакого. Вот, то есть, вот эти крайние регистры, самые сложные, да, вот с ними и были проблемы. Например, у меня была очень плохая выдержка. Я прекрасно понимал, что я полчаса поиграю, у меня губы сдулись, и все, я сдулся. И у меня дальше... И, наверное, восстанавливаются потом. Если на ткани, они потом не восстанавливаются. Вот, и получается, нужно очень большой перерыв делать себе. То есть, получается, даже в следующий день. Ну, как это? А как это, ну... Если у тебя, например, репетиция сегодня утром, а вечером у тебя выступление. Это как? И как ты станешь исполниться? Ты помнишь, с чего мы начали? Когда ты пришел, вот с чего мы начали заниматься, чем? Вот у тебя была задача сыграть, играть стабильно ре третья октава. Хотя ты уже видишь, тоже это забавная история, ты тоже двигаешь вот эту планку постоянную. Ре, ми третья, уже там где фа, там уже фа, соль, там туда уже хочется, да? То есть, на самом деле, стабильно ты не играл даже соль второй. Я помню, соль ля, у тебя у ля уже была проблема. То есть, нет, они не получались. Они не получались, но они звучали не так, как надо. И не так, как... А я это не слышал. И вот с чего мы начали заниматься Семеном. Семен, что мне очень понравилось сразу же, он очень грамотно определил корень проблемы, откуда все начало разворачиваться. У меня была проблема с дыханием. То есть, я настолько мало брал дыхание, то есть, настолько я уже, скажем так, груз вот этих проблем всех начал зажиматься, так, что я брал дыхание через кончики губ, зажимая очень сильно их, ну, как бы подсасывая воздух. А, естественно, о никаком полном нормальном вдохе нельзя было сказать. И мне что-то понравилось, что это как-то меня чуть-чуть... Вектор моего поиска, что ли, моего, ну, как сказать, восприятия вообще, да, вот этого процесса игры поменяло. Мне Семен сказал, говорит, ну, нужно правильно выдыхать. А для того, чтобы правильно выдыхать, нужно правильно вдыхать. Вот, потому что я всегда был занят этим выдохом. Ну, типа, ну, как, вроде воздух-то я беру, ну, что, ну, вот, дышу же вроде, да. Вот, и надо выдохнуть как-то правильно. Но я так думаю, так, подождите, окей, вдох. Вдохнули правильно, наверное, и выдох будет правильно. Вот. И Семен тут, конечно, помог. Вот это... Но, кстати, возвращаясь еще, вот Семен сказал, что у него был хороший преподаватель в Ипполитово Иваново, да, который сказал, что я тебя, значит, грубо говоря, занимаюсь своими делами, но это тоже проблема сейчас есть такая актуальная. Ведь не каждый преподаватель так скажет. Я даже скажу, это, по-моему, один из тысячи, которые так скажут. Я не сказал хороший, я сказал, что тот, который мне был нужен. Вот, ну, тот, который был нужен, ну... Для меня он был хороший в данном сезоне. Да, 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 для тебя, для тебя конкретно. Да, мы же говорим про субъективные вещи. У меня, например, совсем другая история. С меня всегда требовали. И когда тебя требуют, ты начинаешь, давай, тебе нужно, ну, соответственно, ты мало занимаешься. Скажи, не убегай, я хочу немножко... Я понимаю, что это накипело. Я хочу немножко эту тему в другую сторону. Сейчас смотри. Я почему тебя спросил, с чего мы нашли? Понятно, дыхание понятно. А именно с точки зрения... Вот ты диапазон себе поставил, хочу в Ре-3 играть уверенно. А с чего мы в диапазоне начали? А с диапазона мы начали, как это ни странно. То есть мне казалось, что, кажется, мы сейчас сразу в Ре-3 типа начнем мочить. Ну, грубо говоря, ее тренировать. Проблема у Ре-3, да? Вот, да-да-да. У меня же с Ре-3 проблема. Больше это ни с чем. Ну, мне так казалось. Семен послушанная и говорит, у тебя после соль второй октавы уже начинает пропадать яркость звука, широта, вот эта вот краска. И мы начали со второй октавы. Ну, со второй части второй октавы, то есть соль до-до, третий. Мы начали, ну, как сказать, с правильным вот этим вот дыханием, которое с нормальным духом. Я бы сказал так. Ладно, я думаю, ты не помнишь, в общем. История была в том, что я тебе дал гаммы до фа второй октавы играть несколько раз в день. Ты не играл вообще выше там до фа, до соль. Это был максимум. Мы не играли ля си до гаммы сначала. То есть я сначала дал тебе именно, чтобы у тебя прозвучалось фа, и от этой фа, то есть до фа, был хороший диапазон. Я взял его за основу, и мы стали этот звук двигать на фа диез, на соль. Потом, когда стала звучать соль, в моем понимании, мы стали уже там соль диез двигать, ля. И там уже дальше пошел уже процесс, потому что ты понял, что должно. Это тоже очень важное... Важное, как это сказать-то, забыл. Важная ступенька в разнице. Нет, нет, важное... Преподаватель чем важен, да? То, что у него... Он понимает, что должно звучать. То есть ученик не всегда понимает, что должно получиться-то. То, что ты говоришь, что ты играл там вроде до Додора и третья, пришел, я тебе говорю, а у тебя есть соль, как бы второй-то не очень. Ну да, для меня это было странно. Когда ученик начинает понимать, что должно получиться, у преподавателя это есть, а ученика этого нет. Он понимает, фа вот так, и я говорю, вот это вот должно быть и соль, и ля, например. И тогда он начинает слух, уже начинает привыкать тоже это делать. И это такой тоже тонкий психологический момент, когда тебе нужно... То, что я говорил недавно в предыдущих видео, во влоге, что тебе нужно отстраниться от результата и попробовать делать то, что ты должен, и посмотреть, то есть правильные действия двигать на этот диапазон. Не пытаться как-нибудь сыграть ноту там выше, а именно двигать на диапазон, то, что до этого у тебя правильно получалось. Естественно, надо там смотреть, правильно, неправильно оно все работает. Собственно, к этому я и просил тебя поделиться, потому что у тебя есть вот этот опыт, такой же, как у меня, что вот оно получалось, потом не получалось вроде как, потом опять получается. Но тут еще вот момент есть, что в принципе, в целом, да, надо понимать, может быть, у тебя когда-то и получалось на самом деле выше, свободнее. Просто в какой-то момент ты стал играть выше, сложно, и привычка начала образовываться, что вот эти ноги ты лучше подожму, потому что надо их сыграть. То есть это момент, когда, почему очень многие люди, так плавно перейду немножко неожиданно на тему, почему очень многие люди волнуются на сцене. Да и в занятиях тоже. Вот я тоже видео недавно выложил с Юлием, который как раз не попал к нам сегодня, к сожалению. Почему очень многие люди испытывают волнение? Потому что у нас, мне в детстве такие надо давали истории, то есть мы на концерте в детстве, в школе музыкальной там где-то, нам часто дают произведения, к которым мы просто банально не готовы. По разным причинам. Именно они готовы технологически. То есть у нас эти песни играются нелегко, мы еле там вытягиваем программу. Так нельзя делать. В чем минус, собственно говоря, нашего государственного образования? В том, что у нас есть теперь вообще там прям программу написали, что у нас должна быть вот такая программа, вот это мы должны исполнить. И преподаватель начинает за этой программой гнаться. Им вообще не все, конечно. Но это не то, что даже не все начинают, им их обязывают, наверное, даже. Вы должны выполнить такую-то программу. И преподаватель дает не ученику на вырост, а думает, так, мне надо поразить директора, чтобы он услышал, что вот он играет вот такую-то ноту или вот такую-то вот произведение уже в третьем классе. Да, у нас задача совершенно другая. Наша задача в первую очередь сделать выступление на сцене праздником, каким-то кайфом, чем-то интересным. Да, и мы должны научиться получать от этого удовольствие в первую очередь. А мы вместо этого учимся преодолевать. Вышел на сцену, страх, ну, надо дать ту песню, которую ребенок каждый день спокойно, и не ребенок тоже там, взрослый, неважно, да, то есть начинающий, которому он может ее спокойно несколько раз играть там в течение дня, его это не парит, это его обычная, ежедневная, повседневная, вот так скажем, да, нагрузка. Нельзя играть концерт, как я говорю, там с божьими молитвами, дай бог дотяну до конца. А Ре-третий, ну, наверное, возьмется, если я посплю хорошо и попью воды побольше. То есть такие вещи нельзя делать. Да, Петру надо идти, я помню, да. Спасибо тебе большое. Спасибо всем большое. Да, такие моменты, их, ну, нельзя такое делать, то есть нужно обязательно смотреть конкретный ребенок, да, там, или конкретный ученик, у него есть свои какие-то там сильные и слабые стороны. Нужно сильные стороны показывать, слабые стороны прикрывать, но не надо выпихивать человека говорить на сцену и говорить, как-нибудь сыграешь там, вообще надо быть уверенным на сцене, что ты это подумаешь налажаешь там это. Хотя вот эта тема по поводу подумаешь налажаешь, может быть и хорошее. Но, короче говоря, практика на сцене, как говорят тоже, да, больше выступай, например, да, кто-то, по-моему, написал даже там у Андрея в Инстаграме, я смотрел, кто-то написал, просто надо больше выступать. Больше выступать работает тогда, когда, ну, то есть оно, в принципе работает, но оно не решает проблему, то есть ты можешь больше выступать, ты можешь перестанешь там в какой-то момент чуть больше волноваться, а потом у тебя будет провал, например, в концертной деятельности, ты опять выйдешь, опять будешь весь из себя нервничать там, да, и это, естественно, не решает проблему того, что технически там что-то ты не выигрываешь, то есть это такое, как бы задал бы в ней, уже просто нервная система, переживать ты не перестанешь, нервная система, она уже такая просто, ну, все, надоело мне, каждую неделю играем эти концерты, черт с ним, буду лажать, да, то есть как бы уже не важно, это, в принципе, тоже работает, но это, мне кажется, не совсем правильная история, лучше, конечно, просто в принципе это волнение перевести в положительное русло, то есть волнение от того, что ты сейчас будешь выступать на сцене, люди будут тебя слушать, да, это интересно, и это волнение, это, наверное, больше фокус внимания, своим ученикам, которые там, ребятам, у которых там были проблемы с выступлениями, я всегда говорю, что, ребят, вам нужно фокусироваться, мы можем в один момент времени фокусироваться только на одной вещи, либо это страх того, что она меня смотрит, меня оценивает, я должен сыграть круто, а что если я сыграю, не круто, либо мы перемещаем фокус внимания на то, что мы, собственно, делаем, как мы исполняем музыку, насколько, да, то есть мы просто находимся в процессе, и вот этот момент в процессе, это то, что я два дня назад бы мог бы в этом вебинаре испортить, грубо говоря, то есть я мог бы все эти тексты, которые я написал, я бы их читал бы, и я бы не был бы в процессе, в моменте, конечно, что-то я забуду, что-то не скажу, но если бы я начал читать, то я бы тоже что-то забыл, что-то не сказал, потому что банально, если я там говорю, что у меня на 100 часов, а у нас 2 часа вебинар, да, то есть я даже физически не смогу сказать все, что я там написал у себя, поэтому нужно сфокусироваться на том, что происходит, и тогда очень многие ответы, они как бы, они есть, они же у меня в голове есть, я же знаю ответы на вопросы, задайте мне вопрос, я отвечу, я знаю, что ответить, потому что это я, у меня уже есть этот опыт, есть эти знания, я не могу их вдруг, они меня куда-то вылетят, да, и то же самое с выступлениями, вы готовы ровно настолько, насколько вы готовы, вы не можете быть готовы лучше вдруг, потому что это, или вот опять же, да, повезет, сыграю хорошо, Ну, есть, конечно, элемент везения, повезет сыграю, чуть получше можно сыграть, чем обычно, или чуть похуже, чем обычно, это понятно, элемент везения есть. Но вот глобально, то есть бывают люди, дети выходят и вообще ничего сыграть не могут, у них ступор, все. То есть это момент, куда идет фокус. Фокус идет на то, что я стою перед жюри, у меня конкурс сейчас, мне нужно это. Но это причина, то есть мы боимся. А почему мы боимся? Потому что мы настолько, нам нужно сыграть почему-то правильно. А вопрос, кому нужно, зачем нужно. Музыкант – это человек, который выражает свои эмоции. Выражает свои эмоции, а не собирает оценки других людей, насколько он круто играет. Именно поэтому очень многие люди не играют на трубе, например, или на другом инструменте, не начинают вообще играть, потому что им говорят, ну, труба – это не твое, у тебя вот, как, например, мы сейчас с Сергеем поговорим, у тебя губа там какая-то не такая, да? Почему? Потому что, ну, раз не такая, что я буду? Я же не могу состязаться там с людьми, у которых губа такая. Но задать себе вопрос надо. А, собственно говоря, во-первых, если преподаватель говорит, что что-то не то, значит, еще не факт. Но это он один не знает, что с этим делать, да? Может, он просто не знает, что с этим делать. Это первое. И второе, на что влияет этот, скажем так, недостаток, да? То есть у меня там, например, не знаю, зубы лесенкой, они у меня длинные, у меня губы большие. Это же недостатки все для трубача. Ну, большие губы, может, и не недостатки, но определенная форма там, например, губы, да? Но при этом, или зубов, но при этом мой звук, который очень многим нравится, он такой потому, что мне приходится широко открывать объем, дело большой, потому что у меня длинные зубы. Я не могу, как, например, аль на везуте, там, с коротенькими зубами сжать все, сыграть там до четвертой, даже если я сожмусь со всей силы. Если я чуть-чуть даже сожмусь, у меня уже закроется поток воздуха. Да, поэтому я таким звуком играл, очень широким играем. И вроде как минус, а вроде как и преимущество. Это накладывает свой отпечаток там на атаку, на еще там какие-то вещи, да? То есть, не знаю, длина языка, например, и так далее, и так далее. Но это я, это мое, опять же, как я на начале сказал, да, моя фамилия Маркевич, у меня есть определенные плюсы, есть определенные минусы. У Дакшицева есть определенные недостатки, да? Есть определенная дань времени, там, какой-то вибрата или что-то, да, которая... Тимофей Дакшицев, это наш самый, наверное, популярный трубач в мире, все равно не смотрит. Ну, сейчас, может быть, Сергей Накарякович, но Дакшицев знают все. И стар, и млад, там, кто на трубе играет, там, практически все его знают. И у него были свои недостатки, но для Сандавали он кумир. И он об этом много раз говорил, Артур Сандавали, что для него Дакшицев это кумир. В свое время, когда я учился в училище при консерватории, мне один преподаватель сделал, я попросил у него запись концерта Глиера для голоса с оркестром Тимофея Дакшицева. Он мне сказал, зачем тебе эта запись, он там даже играет не очень чисто. И я сказал, так я же не буду слушать, чисто он играет, а нет. Там запись на пластинке, соответственно, понятно, не знаю, там, в какой дубле, сколько он дублей там писал, два-три, может, да, там, целиком там и так далее. Ну, это одна из моих самых-самых любимых записей, насколько же круто он играет. И все он советует послушать, даже не трубачам. Концерт для голоса с оркестром Глиера, первая, там, вторая часть играет Тимофей Дакшицев. Ну, это просто феноменально, невероятно. Какие фразы, какое звучание. Вибрато там его это, которое, ну, иногда мне оно не нравится. Там оно вполне органично звучит, в некоторых произведениях оно не нравится. Но это настолько круто, и ни один трубач до сих пор не играет так, как Тимофей Дакшицев. Я говорю не про вибрато, я говорю про фразировку, в первую очередь. Да, про то, как он выражает мысль свою, как свои эмоции выражает. Это просто что-то невероятное. И пусть кто-то играет чисто, пусть кто-то играет легче, пусть кто-то играет выше. Но кто-то играет выше, кто-то играет музыкально. И так далее, и так далее. То есть, соответственно, если у вас там какие-то проблемы, что-то трудности, но посмотреть, что с этим можно сделать. Вот, например, Сергей играет, я не знаю даже, как он это сейчас ощущает, потому что, ну, действительно, я смотрю, он говорит, губа, у меня шрам. Вот как я могу играть, если у меня на губе здесь шрам? Ну, вот играет. Потому что у меня нет никаких предрассудков по этому поводу. Я смотрю, я говорю, я могу попробовать. Мы попробовали, мы нашли позицию. И вообще, честно говоря, особо прямо, ну, есть иногда бывает там, да, тяжело найти позицию, там, да, чтобы это было удобно. Но каких-то кардинальных прям проблем я не слышу сейчас. Сначала там был и шип, я тоже думал, а не знаю, получится, не получится, вот это тоже страх, да. Но, ребята, не узнаете, получится, не получится, пока не попробуйте. И, кстати, достаточно долго будете пробовать, да, потому что попробовать надо не... Что-то труба не мое, да. Дайте любому делу, дайте там несколько месяцев хотя бы поставьте себе там, я через, опять же, вот через полгода там хочу сыграть, не знаю, гамму в одну октаву на трубе. Или там я через год хочу играть вот первую песню свою. И потом уже посмотрите, что мне нужно для этого сделать, разбить на этапы и потихонечку к этому двигаться. Вот давай, Сергей, расскажите нам, что там с губой, какие у вас вообще по этому поводу, какая история. Спасибо. Я, так как я последним из тех, кого вы пригласили, выступаю, я буквально одну минутку и позволю себе там какие-то ремарки сказать. Вот интересные были темы. Мне 48 лет, я профессиональный математик, профессор, читаю лекции, занимаюсь наукой. И могу вам сказать, что по поводу математики, со стороны сочтения математики, завтра может быть не лучше, чем сегодня, а может быть несравнимо. Ну, в чем-то лучше, в чем-то хуже. Просто нет понятия лучшего. Если у вас несколько там параметров, то они несравнимые вещи. Поэтому очень простой ответ на ту тираду, которая прозвучала, и его даже дадут бизнесменам. Если есть возможность выбрать неправильный ответ, неправильное решение, или вообще не принимать решение, то надо выбрать неправильное решение. Потому что когда ты принимаешь это решение, сразу понимаешь его ошибочность, не знаешь, его отправлять. Если не принимаешь никакого решения, все стоит на месте. Ты на это смотришь со стороны. Это первое. Хотел я что сказать. Ну, давайте я свою историю расскажу. Она действительно интересна. И несмотря на то, что я математик, я в Монске занимаюсь шести лет. Нас отдали в строю музыкальную школу, по классу фортепиано несколько раз, параллельно второй год, за плохое поведение. Это удивительно. Но это так. То есть мы были не музыкальные. Вах играли в форме Шаинского. И, в общем, было за что оставить. В итоге я проучился порядка 10 лет в музыкальной школе. И это, может быть, сыграло свою роль, потому что я влюбился в музыку. И в университете я занимался музыкой. Мне все это очень нравилось. Но меня всегда тянула труба. То есть я очень любил трубу. Уж не знаю, чего она меня там пленила. Я никогда не играл. Но очень хотел. И в детстве, где-то в третьем классе, я разбил себе, сломал челюсть. Мне сделали операцию, сшили губу. И мне сказали, что труба точно не твоя. Но если очень хочешь, возьми саксофон. И я действительно за 15 лет освоил саксофон с замечательным Василием Розаликом. И у меня нижняя губа толстая, большая, оперированная. И звук такой приятный, бархатный был. Замечательный. Если бы все было бы хорошо, я уже трубу для себя закрыл, как инструмент, а хотелось. Но мне три года назад сделали операцию, вторую операцию на челюсть. Ее надо было делать через 30 лет. И повредили нерв зубной. И я перестал, я не могу играть на саксофоне. Совсем так не могу. А это очень большая драма для человека, потому что ты уже привык, тебе уже не хватает фортепиано, есть саксофон. И духовые, это вообще принципиально разные вещи. Противоположные, я бы сказал. И вот смотрите, как интересно. У меня не было никакого страха, что я перестану играть на саксофоне. Его не было. Откуда ему взяться-то? И вдруг, бах, я встаю в эту позицию, что я лишен возможности, физиологически возможности получать удовольствие. И перейти с саксофона на флейт очень тяжело. То есть наоборот легко. А вот с саксофона на флейт уже тяжело. Хотя там аппликатура похожая, там экспресс, ну другое все совсем. На мой взгляд, я никого не хочу обидеть, на мой взгляд, это переход в обратную сторону. И я чего-то подумал, думаю, ну а что мне все говорили, не могу играть, не могу играть, думаю, дай я вот куплю себе эту трубу, выброшу деньги. И вот такой, знаете, был крик души. Ну что, ну три года я не могу играть ни на чем. И я пошел, купил трубу, просто вот купил, ни о чем не думая. Пришел, купил трубу и думаю, так, теперь мне надо научиться играть. И я вот на саксофоне я сделал эту ошибку, которую никогда больше не сделал и всем советую. На саксофоне, когда я его купил себе, я год занимался сам. Вот по интернету, по всяким дискам. Переучивали, три года переучивали. И это колоссальное время, три года. Просто потому, что я настолько уже привык, я лоско услышу, я чувствую, как же так. И я понял, что я не буду сам учиться играть на трубе. Вот ни одной нотой не сыграю сам. Ну, может, одну сыграл, но не буду учиться. Я стал смотреть интернет и вот увидел Семена именно с моей же историей. Вот такая же история, что я не могу играть на трубе. У Семена была такая же история, что вдруг резко все оборвалось. И мне показалось, что он настолько преодолел себя. И это был настоящий подвиг профессиональный. Думаю, ну вот, если уж с ним не получится, ну тогда пойду на флейт. Вариантов больше не было. Только вот выбор был такой. И я могу сейчас сказать, что и сомнения-то были. И сомнения были, когда мы начали заниматься, сомнения были, что, а позволит ли губа, не позволит ли губа. Я даже ходил к ортодонтам, делал какие-то капли себе, как вы знаете, у этих боксеров, посмотреть там, будет ли зажиг, нет. Но когда звук пошел, ну все, у меня уже как бы сомнений никаких нет. Но здесь профессиональная публика собралась. И я, может быть, такое замечание скажу. Основной страх, вернее, даже не страх, а проблему, которая, но если ее услышат и кто-то в записи, там ребята, кто-то кручится, то тоже имейте это в виду. Но профессионалам это будет понятнее. Есть в обучении любому, особенно духовому инструменту, мне так кажется, просто я это прошел уже, есть некоторый баланс или дисбаланс между техникой и музыкальностью. Я сейчас поясню, о чем идет речь. Вот я когда учился собирать на саксофоне, то, ну я уже, ну представьте себе, с нуля вообще учился, то человек не знает и музыки, и чисто не слышит, и технически не может сделать. И поэтому все идет достаточно естественно и гармонично. Его немножко научили там три нотки играть, и он услышал эти звуки, потом он услышал больше звуков, четыре нотки сыграл, ну и так все хорошо. А вот когда ты уже приходишь с пониманием музыки, то есть мне не надо объяснять, что это гармония, я все это знаю, что такое другие звуки, какие там абертонавты, все это понятно. И когда ты приходишь на трубу, ты ничего не можешь сыграть, у тебя техники ноль, а музыкальности у тебя достаточно много. И вот начинается этот констит. То есть ты лезешь, реализовывая то, что ты хочешь, а я занимаюсь на трубе и на любом другом инструменте играю только для удовольствия, абсолютно удовольствия. Мне не хватает уже. Музыке без музыки мне будет тяжело. И здесь действительно конфликт очень жесткий, потому что преподаватель говорит, тебе не надо играть туда, тебе не надо играть это, ты сначала хоть что-то сыграй. И вот этот конфликт, техник, развитие техники и музыки. Если человек переучивается или учится заново, или у него уже есть какое-то... То здесь надо как-то вот и ученику смириться с тем, что придется чем-то жертвовать в развитии другого, и преподавателю быть готовым. Но Семен уже готов. Но в итоге я все-таки вашу позицию принял. И да, здесь должно быть абсолютно доверие преподавателя. То есть если ты выбираешь себе преподавателя, то надо доверять какое-то время, потому что, конечно, закон больших чисел никто не отменял, а закон малых чисел не работает. То есть все быстро не получится. И даже у меня вот эта губа со шрамом, я думаю, что и она меняется. Ну там же мышцы растут какие-то. И поначалу мне все было неудобно. Вообще непонятно, куда ставить, что там. Сейчас я вообще не понимаю, как можно другое место поставить. А как ты ставишь и играй. Вот это была первая проблема, которую я обратил на это внимание. Конфликт техники и музыкальности. Ну если так можно... Моментик маленький, Нюшка Рематушка. Вы правильно заметили, то что ровно та же самая проблема не только у людей, которые в принципе начали с нуля. Ну и особенно у тех, кто играл когда-то. Потом у него ничего-то сорвалось, не получается. И ему опять надо учиться. У него конфликт такой, что я же когда-то это все играл. Я должен сейчас тоже это играть. И если мне правильно все преподаватель сделает, или я сам сделаю, то у меня тут же все сразу начнет так же играться. И вот тут как раз надо эту систему разбить на этапы. Иначе у вас мотивация сразу провалится. Вы будете все время только нервничать, переживать, что что-то не получится, какая-то тревога будет. Нужно разбить на этапы. И эти этапчики еще раз пройти. Вы пройдете их быстрее, потому что вы уже что-то владеете все-таки инструментом. Вы пройдете этапы быстрее. То, что сейчас Сергей про себя, если говорит. Конечно, у него есть определенные уже задатки, чтобы быстрее научиться играть на трубе, потому что он знает музыку, понимает ноты и так далее, и так далее. Но все равно надо физиологически, технологически все равно пройти все этапы. И вот я еще хотел сказать, это тоже может прозвучать очень странно, особенно преподавателям, которые учат играть на духовых. Я могу точно сказать, что если человек никогда не играл на духовых, то какое-то время, это может быть от полугода до года, ученик не будет понимать русский язык преподавателя. Прямо по-настоящему, просто вроде бы говорим на русском языке, вроде мне объясняют на русском языке, ты не понимаешь, о чем идет речь. И дело здесь в том, что нет комплекса ощущений. Без ощущений невозможно. То есть, если вы уже знаем, что такое сладкое, мы можем это обсуждать. Но если человек не пробовал сладкое в этом, то как ты про это сладкое не рассказывай, ничего не будет понятно. Вот в духовых это так. Для меня интересна труба, вообще фантастический инструмент, не потому что я его любил, хотел и играл, и наконец дорвался, я его сразу что-то подушку не подрулил. Но просто потому, что она противоположна и клавишным трубам, и фортепиано, она и предуположна саксофону. И вот в саксофоне, как я не понимал первые полгода преподавателя, так я и в трубе очень во многом не понимаю русского языка преподавателя, вот Семена, просто потому, что у меня нет, не сложилось этого комплекса. И как только я его чувствую, как только я ухватываю этот момент, я тут же сразу начинаю понимать, о чем это происходит. И вот это, конечно, фантастически. И без этого не получится. Вот надо это пережить и вырасти со своим организмом. И имейте в виду, что иногда какие-то ощущения, они новые, не сказал бы, конечно, что вы все равно развиваете, что-то лучше понимаете, получается, но нужно время, чтобы понять, новые какие-то ощущения эти словить. Это, конечно. Причем мы же каждый раз, на самом деле, это не только для новичков, потому что мы каждый раз двигаемся выше-выше, и все время появляются какие-то новые моменты, новые ощущения. Например, у меня, когда ребята приходят, я им объясняю про дыхание, как Петя ушел, я рассказываю про дыхание, человек такой, о, получилось, а потом опять потерялось. И ты ему говоришь, ну вот ты же это, и он даже то же самое, те же самые образы, он говорит, не работает. И потихонечку выстраивается вот этот комплекс ощущений, правильно вы говорите, которые помогают, позволяют потом в итоге понять, какой результат нужен и как к этому результату прийти. Может быть, даже разными путями, но мы начинаем понимать, что мы хотим получить вообще. И вот когда человек начинает понимать, что нужно, вот тогда начинается уже работа, но появляется следующая история, что-то, вы это поняли, следующее теперь непонятно, поэтому это, в принципе, спутник обучения постоянный, да, вот это вот, что-то там не понимаем. И, наверное, вот надо, в общем, спокойно как раз в эту тему двигаться и понимать, что если мы что-то новое берем, то мы не понимаем. Это нормально. по-моему, Еще один эпизод рассказать, обсудить, ну, или обратить внимание, что, допустим, ну, уж я вынужден сравнивать с саксофоном, просто я знаю этот инструмент, я вам играю и играл, что быстрое, вот, желание быстро, хорошо играть, научиться быстро, хорошо играть, оно, естественно, подает в детстве, все хотят быстро сразу. И в саксофоне есть такой, вообще у всех язычковых, есть такой, где тросточки деревянные, есть такой момент, что ты можешь купить, допустим, мундштук хороший, и у тебя резко сразу красивый звук пойдет. Ты можешь тросточку поставить хорошую или лигатуру поставить, у тебя, ну, принципиально, другой звук идет. А в трубе это не так. В трубе принципиально, вот там на 30%, на 40% звук не пойдет от того, что сменишь мундштук. И мне очень понравилось, когда вы сказали, что, ну, давай уберем, можно убрать шип другим мундштуком, но ты проблему загоняешь, ты ее не решаешь, а ты ее загоняешь. Вот во всех язычковых там есть такой момент, то есть быстро человек в иллюзию попадает, он не научился ничего делать, у него еще аппарат не стоит, он еще дыхание не берет, а у него уже красивый звук идет, он уже может там в подъезде играть, и там все соседи будут в восторге. Но это обман, вот прям настоящий обман. И поэтому здесь мне очень понравилось, что мы не загоняем проблему, меняем, мундштуки, меняя там трубы, а вот выбрали, вот что выбрали, с тем мы работаем и пытаемся решить проблему за счет себя, за счет изменения себя. Потому что, если мы поменяем мундштуки, то правильно, мы проблему не решим, у меня, собственно говоря, и у меня, и, по-моему, Петя тоже говорил, что у меня была такая история, то есть преподаватель первое, что сделал, когда понял, что у меня что-то не получается, он начал менять мундштуки, инструменты, и надо научиться играть на стандартном, это когда у меня было видео, там, трубу для начинающих, да, нужно научиться играть на всем стандартном, и все остальное у вас будет играться, вы потом будете выбирать удобнее, неудобнее, легче, чуть полегче, там, по звуку, потому что может быть полегче, по звуку хуже, или по атаке там, да, то есть это все надо смотреть, но на стандартном оборудовании надо научиться играть, это единственный критерий к выбору, там, инструмента для начинающего, стандартное оборудование, все, другие критерии, все они там от лукавого, звук какой-то там думать, что там думать, какой звук, да, просто выберите себе инструмент простой, обычный, и по поводу преподавателей, наверное, я еще хотел, у нас сегодня была заявлена тем преподавателям, спасибо вам большое, на самом деле, с точки зрения математики, вот это очень классная мысль была, да, про то, что там, когда-то, оно не может быть, с точки зрения математики, там, лучше или хуже, да, может быть, просто по-другому, и надо уже сделать и посмотреть, тогда вы увидите ошибки и сможете их исправить, если они есть, да, так, это очень круто. Есть такой пример, нетранзитивных игр, все их знают, знаете, когда, допустим, лучше второго, второе лучше третьего, оно совершенно не значит, ну, вот как и ножится бумага, то есть там локально кто-то у кого-то выигрывает, но нет общего лидера, это вопрос о том, что если вы сегодня явно улучшили, чем было вчера, а завтра вы явно улучшили, чем было сегодня, то выяснится, что завтра не факт, что будет лучше, чем вчера, если понятно объясним, то есть это, развитие, это совершенно нетранзитивное идет, лишь бы развитие было, либо появление нового. Это как раз, я тоже люблю такие вещи, иногда из другой совершенно области ты начинаешь понимать, что законы-то все равно одни и те же работают, вот, поэтому это тоже на заметку. По поводу преподавателя, хотел еще поговорить, у нас сегодня заявлено на теме с преподавателем, потом мы, наверное, перейдем к вопросам, пока про преподавателей. На мой взгляд, у нас немножко тоже эта тема очень, именно нашего образования, очень странная. Во-первых, у нас очень большой уровень ревности среди преподавателей, и некоторые преподаватели мне чуть ли не писали и гневно и звонили, когда узнавали, что их ученики ко мне приходят, или я сам очень сильно боялся, что мой преподаватель узнает о том, что я к кому-то ходил, а он узнал, что я к кому-то ходил, вот, я уж не знаю, поэтому ли я в консерваторию не поступил или нет, я не берусь там судить, я не знаю, вот, но, тем не менее, история была в том, что я тебя возьму, я тебя возьму, а потом просто перед самым, ну, вернее, перед самым, на экзамене я просто узнал что меня не берут и для меня это было таким просто точно для меня 1000 помимо того что в принципе был стресс у меня не получается для еще был холодным душем что меня вдруг не берут консерватория даже документы никуда не подавал больше но тем не менее история была такая вот и как выбрать собственно преподавать по поводу того что у нас очень такой своеобразный наверное отношения к преподавателям уровень ревности во-первых который надо убирать обязательно потому что ребята ну кто никто не знает всего я не знаю всего другой человек не знает все если вы не можете решить проблему то понятно что в разные стороны тянуть от всегда плохо то есть несколько преподавателей каждый свое говорит то это не очень хорошо но есть какие-то области да которые там могут помочь и я никогда не снялся пойти к другому преподаватель на мастер-класс и показать своих учеников тогда или просто в принципе сказать случае я этот вопрос решить не могу может быть тебе вот к этому если мне говорят что я хочу играть там до 4 то я говорю Ребята, это не моя плоскость, я готов попробовать, помочь, но вам лучше пойти вот туда. Если мне человек говорит, ну, я знаю, что там вот так, но мне надо, как вы там учите, то это другой разговор. Но, тем не менее, я никогда не переживаю по этому поводу, что кто-то кому-то пойдет и будет у кого-то другого заниматься. Это первый момент. Второй момент. Очень тоже многие люди, особенно вузы, училища, они считают, что, нас так родители убеждали, и меня тоже, что корочка – это очень важно. Вот мы должны закончить, ты должен закончить во что бы то ни стало, ты должен получить это образование. Сейчас совершенно другой мир. За пять лет можно получить, если не профессию, то, по крайней мере, научиться уж точно. Если раньше то, что я играл в училище, и мне говорили, ничего себе, ты играешь, у нас там, не знаю, пять человек со всей России играло такие вещи, которые играли раньше наши преподаватели в вузах, а то и после вузов технически, да, то сейчас я смотрю, господи, такие ребята там, не знаю, 12 лет он играет круче, чем я тогда, а ему 12 лет или 11. Да, там имена все знают, я наверняка уверен, тот же Гоша, например, он играет, ну, мягко говоря, не хуже меня там, да, как тогда я играл, но при этом парень-то чего он занимается-то? Он три года-то потратил впустую практически, потом менял постановку, и прошло сколько лет? Сколько лет прошло? С того момента, как я не занимаюсь? Да. С какого? С того момента, как ты, ну, вот мы с тобой прозанимались, только с года полтора, наверное, там, с разными перерывами. Ой, вот не помню. У тебя сейчас... Ну, типа, да. Сколько тебе сейчас лет? Лучше, секунду пропало. Да, ты говоришь. Сколько тебе сейчас лет, Гош? А, ну, 15-15. 15, ну, то есть лет... Да, лет 5, наверное, прошло, и он уже играет там на высоком уровне, несмотря на то, что вот были такие проблемы с детства, там, несколько лет. И нужно выбирать преподавателя не по ВУЗу, не думать, что закончу я или не закончу. Думайте о том, хотите ли вы стать музыкантом или не хотите. Потому что когда выбор стоит закончить ВУЗ или закончить вообще играть, вернее, не закончить ВУЗ или закончить играть, надо выбирать не закончить ВУЗ, на мой взгляд. Потому что этот диплом, который я получил, например, вот он мне нигде не пригодился. Наверное, он может пригодиться, чтобы вам, не знаю, надбавочка какая-то была или что-то, но если вопрос стоит не стать музыкантом, то и что вам этот вуз даст? Ну, закончил ты консерваторию, а дальше-то что? Дальше положил этот диплом в консерватории и пошел работать в ресторане официантом, или там даже если, может быть, какое-то другое классное дело, суть не в этом. Ради чего заканчиваете, да? Поэтому, на мой взгляд, нужно выбирать преподавателя по задачам. Поэтому, когда вы выбираете преподавателя, нужно отпустить вот этот вот стресс-момент, что надо закончить обязательно, вот это крутое что-то надо закончить. Выберите преподавателя для ваших задач. Например, там, не знаю, классик вы или эстраду хотите играть. Нет у вас проблемы какие-то с атакой, с диапазоном, со звуком, с фразировкой. Какие у вас проблемы? И вот это все надо собрать, походить, может быть, по преподавателю, поспрашивать. И уже на этом основании решать, к кому вам пойти. Потому что у нас как бы две самые такие рисковые, мне кажется, сферы неточные. Медицина, образование. Медицина, там неизвестно, что там врач делает, получит. Вроде как что-то и лучше, потом хуже, потом непонятно что. И то же самое образование. Мы не знаем, что получится, мы действуем и смотрим, что получается. То есть это такие неточные науки, скажем так. Хотя они становятся все точнее, на самом деле. Есть там какой-то определенный алгоритм действий и так далее. Но все равно есть очень много вещей, которые могут быть, они гибкие. Всякие ситуации, обстоятельства какие-то. И суть преподавателя еще не в том, чтобы он говорил правильные вещи. Суть преподавателя в том, чтобы ученик понял, научился чему-то. Это тоже очень важно понимать. Вы, собственно говоря, у преподавателя покупаете не информацию, покупаете опыт. Опыт, который нужен именно вам. Вот, собственно говоря, в этом смысл выбора преподавателя. Я закончил консерваторию, и что? Поэтому выбирайте преподавателя для своих задач, по своим слабым местам. Понять, какие у вас задачи, понять, какие у вас слабые места, и тогда выбирайте преподавателя. По поводу взаимодействия с преподавателем, тоже я уже сказал, что по поводу ревности, на мой взгляд, нужно для того, чтобы преподаватели у нас перестали ревностно к этому относиться, нужно ходить к другим преподавателям, говорить преподавателю, что я пойду, потому что мне хочется попробовать. Это даже будет лучше, потому что, когда преподаватель не знает, это, конечно, кажется более безопасно, потому что не знает, не нервничает и так далее. Я понимаю, чего некоторые люди боятся, но я в свое время боялся, что меня не возьмут в консерваторию или выгонят из училища. В итоге получилось, что, слава богу, что не взяли. Но сама по себе история в том, что надо делиться, надо взаимодействовать, потому что один преподаватель может знать одно, другой преподаватель может знать другое, и нужно развивать нашу общую музыкальную сферу, музыкальную деятельность. И сейчас уже информация в интернете, это все не секрет, уже все все давно поняли, все все знают, и я думаю, что и мой преподаватель бывший, и все преподаватели, и Гошин, и чей угодно другой моих учеников, все смотрели уже мой блог, и тут никуда, в общем, не скроешься уже. И надо спокойно к этому относиться, понимать, что ты не знаешь всего, и спокойно лучше обращать внимание на то, можешь ли ты дать что-то ученику, и если не можешь, то почему бы и не отправить его к кому-то еще, чтобы его посмотрели, и сам заодно научишься чему-то, может быть, большему. Вот это что касается моментов с преподавателями. Какие-то вопросы? Да, дорогие друзья, ждем ваши вопросы. Вопрос от Анатолия. Анатолий говорит и пишет про мотивацию ученика, согласен ли Семен с точки зрения Анатолия. Анатолий, мне кажется, с точки зрения ученика важно в процессе обучения, чтобы преподаватель учил тем произведением, которое нравится ученику и соответствует его уровню техники. Тогда ученик видит результаты, и его мотивация подпитывается. Семен, согласен ли ты с этим? Что касается мотивации, на самом деле, эта тема очень обширная тоже. Я хотел на нее записать видео, потом два, потом три, потом пять, потом десять. Самый важный момент про мотивацию, что вот эти все мотивашки в интернете, которые типа он, смотрите, сделал вот это, и вот вы должны преодолеть, и сделайте так же. Это все не особо тоже работает. По поводу того, что я именно мотивирую так большинство своих учеников, на самом деле. Когда ко мне приходит человек, я его спрашиваю, что ты хочешь получить, да, что тебе нравится. И абсолютно точно у меня была история, я не знаю, смотрит ли мама там ученица моей, отпусти, забудь, мы играли на трубе. Или с одним учеником тоже, он не хотел особо заниматься, я правда не знаю, что у него, как у него сейчас дела, потому что такая ситуация была, что прям ребенок вот не хотел. Да, мы учили там песню из компьютерной игры, я просто подобрал, и мы ей занимались. И тогда ребенок понимает, что, то есть тут важно понять, что ребенок будет заниматься тем, что ему интересно, и он, может быть, будет заниматься тем, что ему неинтересно, но это не приведет в итоге к результату. То есть надо найти, что ребенку интересно. Если это не музыка, тогда вообще спрашиваются, что он там делает на этой музыке, но можно попробовать дать ему разобраться с точки зрения того, что, смотри, ты можешь какие-то вещи из своей жизни, то, что тебе нравится, применить с помощью музыки. То есть когда я ребенку сказал, слушай, ты можешь из компьютерной игры вот эту музыку на трубе играть, а представляешь, вообще никто в интернете не делал такого, чтобы компьютерную музыку на трубе сыграть. То есть, да, это такая история, когда он такой, что, так можно, что ли? Я говорю, ну, конечно, можно, ты же, ну, вот ты играешь на трубе вот эти ноты, вот у тебя вот это получится, да, без проблем, можно там диапазон выше, ниже сделать, и вот играть. Поэтому я абсолютно двумя-тремя-десятью руками за то, чтобы, ну, как бы, ребенку давать то, что ему нравится, и, естественно, про уровень я уже сказал, да, что это очень важно, чтобы ученик чувствовал себя уверенно, опять же, ребенок не ребенок, не важно. Ученик чувствовал себя уверенно в том, что он исполняет на 99,9. Понятно, что надо идти по программе, хотя, собственно, кому надо, опять же, вопрос всегда у меня возникает. Лучше идти по программе и не научиться играть, или забить на программу и стать музыкантом, да, в итоге, да, или хотя бы просто получать удовольствие от игры на инструменте и не заморачиваться тем, что ты не выполнил какую-то там программу. Семен, а можно добавить буквально, хотя вопрос был вам, а не мне, и просто одна буквально маленькая короткая фраза. Если бы мне в музыкальной школе предложили бы на выбор играть баха или не играть, а играть что-то другое, я баха бы не выбрал. Ну, тогда бы я не любил баха к концу. Что здесь на поводу идти, ну, в общем, это... Да, тот момент в том, что надо именно, чтобы это было... Когда ребенку понравится инструмент, он сам потом может выбрать баха, ему играть, или... Произведение, или там песню из мультика, поэтому... Но если он научится играть песню из мультика, это позволит ему научиться играть на инструменте, он сможет выбрать потом. То есть преподаватель вообще нужен для того, чтобы создать ученику возможность играть. То, что ученик хочет. То есть преподаватель или родители то же самое, да. Родитель – это человек, который ребенку создает возможности делать то, что ребенку хочется, нравится, чтобы у него там получается, не получается, там, да. Дальше не надо лезть вообще. Не надо ребенку говорить, что ему хорошо, что ему плохо. Не надо ученику говорить, что ему хорошо, что ему плохо с точки зрения исполнительства, там, да. Если ученик хочет играть, я не знаю, джаз, а я ему говорю сначала научить классику играть, ну, может, ему никогда эта классика не нужна будет. Есть определенная, там, да, классическая школа, она довольно там сильная с точки зрения аккуратности, там, и так далее. Но, может быть, он станет, не знаю, супер, самым крутым, там, трубачом, который играет вот с атакой, типа, там, вот с такой, я не знаю, да. Любой абсолютно пример. То есть мы таким образом, когда мы ограничиваем человека, мы ему говорим, вот так неправильно, а вот так правильно. А именно люди, которые не знают, как правильно и как неправильно, они и делают, собственно говоря, новые какие-то вещи, потому что им, ну, как бы они не знают, что так нельзя. И зачем ему ставить этот блок? Учи, понят, делай то, что ты считаешь нужным, там, да, говори, вот это надо сделать, чтобы ты вот это играл. Это нормально. Но если тебе ученик говорит, что мне это не надо, да, ну, если это шаг один к чему-то, то это другой разговор. Но если это просто твоя какая-то там привь, то зачем? Зачем получить классическое образование, чтобы играть джаз? Можно, но не обязательно. Хотя у меня вот получилось так, что я с классическим образованием в итоге играю, там, что-то такое джазовое, но оно как бы и не джазовое, потому что у меня классическое образование. Вот, собственно, можете посмотреть, как я играю, и каждый сам решит, нравится ему это или не нравится. Но надо понимать, что у меня классическое базовое образование, и потом у меня начались проблемы, и вот эта джазовая история, там, какая-то, да, помогла мне преодолеть все эти, там, больше десяти лет вот этого вот простоя в классической музыке, потому что я мог все равно играть на инструменте. Я играл то, что, как у меня вот какие-то мои, там, не знаю, вещи внутренние получались, вот так я и выражаю себя сейчас. Да. С Анатолием, в общем, если коротко. Дорогие друзья, мы плавно делимся к разрешению вебинара, вопросов еще много, поэтому вкратце надо постараться ответить на все. Итак, вопрос от Петра. Петр пишет, возможно, он пропустил начало, вот, но все равно какие-то моменты. Расскажите, пожалуйста, про методы эффективного преодоления сценического волнения перед выходом на сцену непосредственно. Асценическое волнение – это момент страха того, что, чаще всего, страха того, что тебя кто-то оценит, что ты не готов. Либо что кто-то оценит, либо что ты не готов, либо и то, и то. Для того, чтобы преодолеть страх того, что ты не готов, нужно быть готовым. Это то, о чем мы говорили, собственно, что нужно играть то, к чему ты готов. Это должна быть твоя повседневная нагрузка. Это что касается первого момента. Второй, по поводу того, что страх, что тебя оценят, мы можем быть сосредоточены либо на том, что нас оценивают, либо на том, что мы исполняем. Нужно потихонечку приводить этот баланс. То есть это всегда баланс. Мы не можем просто не волноваться вообще, на мой взгляд. Это нормально, когда мы волнуемся. Но переживание по поводу чего, то есть оценка, почему вам важна оценка. Это, наверное, такая индивидуальная все-таки вопрос. То есть если вы конкретно понимаете, что вам страшно, что вас оценивают, тогда нужно понимать, почему вам страшно, что вас оценят. Вы перед кем хотите показать себя, почему вам недостаточно того, что вы просто исполняете, исполняете то, что вы умеете. Вам обязательно нужно, чтобы вас оценили и оценили хорошо. То есть это такие уже более тонкие моменты. Но в целом я всегда стараюсь просто пояснить человеку, что сосредоточение о одном переводит баланс в сторону этого сосредоточения. Фокус на том, что мы играем, как мы исполняем. Фокус на музыке, если мы музыканты. То есть на том, как у нас происходит выступление, на том, что другие люди играют, как музыканты, как мы с ними взаимодействуем. Либо мы сосредоточимся на том, что меня оценивают, и тогда у нас убегают другие все вещи из внимания. Минус в том, что если мы волнуемся, то у нас уходят вот эти все важные вещи, как чувствование музыки и так далее. Но обратный процесс тоже работает. Сосредоточиться на музыке, сосредоточиться на том, что мы исполняем, и тогда нам будет не до того, чтобы переживать на сцене. А еще важный момент физиологический. Кстати, обязательно восстановить свое дыхание. Перед тем, как мы выходим на сцену, подышать, трубачам может быть даже полегче, там какую-то длинную ноту потянуть. Но обязательно обратите внимание на вдох и на выдох. Они должны быть широкие, открытые. То есть это вообще во многих вещах помогает, в принципе, с волнением. Кажется, все очень просто, но надо именно обратить внимание на то, чтобы вы сделали это свободно, комфортно. Несколько хороших глубоких вдохов, они убирают вот это волнение. Следующий вопрос от Константина. Если возникают при игре некоторые затычки, то есть если исполнитель берет дыхание и не может сразу взять ноту, это относится к психологии или это чисто технические моменты? На мой взгляд, это относится к психологии. У меня такие примеры тоже были. Тоже Юрий, который, к сожалению, не попал. У него тоже был такой момент, он и сейчас немножко есть. Но мы потихонечку его решаем. Наверное, самый такой простой момент – это как раз тоже вдох-выдох, во-первых. То есть вы вдыхаете, потом надо посмотреть технологически, что вы там готовите, может быть, какую-то позицию, и поэтому не вступаете. Это один вариант. Второе – психологически, скорее всего, на самом деле, что вы просто боитесь ноту не попасть. И вам нужно, наверное, последнее видео посмотреть про психологию в образовании, я назвал, по-моему, в блоге. Что когда человек боится, он зажимается, у него затыкается и зажимается, и дыхание, и все. Потом он начинает свободно играть, и у него ноты начинают вылетать те, которые он думал, что у него вообще не берутся. Просто потому, что он освободился. И еще очень такой практический способ – начинать считать. То есть мы даем себе счет, и тогда мозг точно понимает, когда вы должны вступить. То есть мы часто… Нет вступления, когда мы судорожно ждем какого-то начала, и вдруг не попадаем туда. Или просто, например, в занятиях. Ну, это часто психологический, в общем, момент. Если у нас есть счет, то нам нужно четко взять дыхание в конкретную долю и четко начало ноты, может быть, даже без языка. Научиться попадать без языка, если мы про трубачей говорим, без атаки, очень важно научиться свободно сразу выдыхать воздух, попадать без атаки. Если мы без языка попадаем, без атаки языка, то с языком тоже все будет в порядке. То есть мы делаем, например, если на 4 берем, раз, два, три, вдох, выдох. То есть у нас вдох ровно на 4 мы вступаем, выдох ровно на 1. И вот этот вот счет, он позволит мозгу больше понимать, вообще, куда ему надо вступить. И со временем вы просто поймете, что вы и вступать и нормально тоже можете. Но опять же, случаи все индивидуальные. Конечно, лучше посмотреть, что у вас там происходит. Вот такие вот практические методы. Можно попробовать. Можно мне добавить? Да, Георгий. По поводу сценического волнения я свой метод хотел рассказать. У меня у самого долгое время была эта проблема, что я довольно-таки сильно волновался при выходе на сцену и часто это приводило к не лучшему результату после. Ну, то есть ошибался много. В общем, не был довольно нестыленным вступлением. Ну и в целом оно не было качественно. Я при... Ну, если соотнести усилия, которые я прикладывал для подготовки и что я получал, то получал я куда меньше. То есть далеко не в лучшем виде я играл на сцене. И относительно недавно мне один мой друг, коллега, тоже трубач, подсказал такой метод, что когда выступаешь на концерте, на конкурсе, запись делаешь, не думай о тексте ни в коем случае. Я как раз тогда делал какую-то запись... А, сельские картинки бацан, я тогда записывал. И что-то второй день уже записывал, не было никак хорошего дубля у меня. И внезапно он мне такое вот это подсказал, и у меня внезапно вот получился хороший дубль, наконец-то. Я перестал думать о тексте, думал только о музыке, о музыкальном содержании произведения. И это отвлекало меня от того, чтобы... Вот у меня сейчас там не получится такой такт. Сейчас не получится у меня там какой-то бассаж. А вот там через 8 такт, это все у меня, может, там тоже что-то не получится. Вот я от этого отвлекся абсолютно. И сразу начал намного спокойнее, увереннее и лучше играть. В тот же самый момент, фокусировка на чем? Мы фокусируемся на музыке, а не на том, что мы волнуемся. Да, отлично. Видишь, вот тоже работает. Спасибо. Следующий вопрос от Дмитрия Кузнецова. Когда я слушаю трубу в чем-то исполнении дома, и меня музыка так заводит, что мне хочется играть в этот момент, я начинаю подыгрывать, и часто играю те ноты или пассажи, которые обычно не могу. Вопрос, как это объяснить? Вроде бы базы-то еще нет, то есть техники правильные. А зачем это объяснять? То есть сама по себе история в чем? Ну, получается, хорошо. Я несколько раз записывал треки, которые у меня записаны уже. Я их включаю. Один раз мы хотели переписать с друзьями трек один. И там были пассажи. Один я какой-то что-то сыграл, как будто как чайки получилось какой-то. Ну, как я могу специально сыграть? Я не могу сыграть специально. Ну, то есть могу попробовать, но вот получилось как-то круто. Можно, конечно, там потренироваться, позаниматься, но это будет сложно. Хотя в моменте оно получилось. И то же самое там была гамма такая, не очень удобная. Пассаж, который я реально пытался его в течение суток записать, у меня не получилось. Хотя когда я в предыдущий раз записывал, у меня он получился как-то сам, и это была импровизация. Поэтому это такой момент, когда глава свободна, когда она отвлечена от каких-то преград. она может выдавать такие вещи. И очень часто люди гораздо на больше готовы, чем они думают. Иногда лучше не думать, и тогда получается больше. Вот, наверное, этим можно и объяснить, что вы просто отвлечены, увлечены тем, что вы играете, и не думаете о своих ограничениях. Единственное, что... Тут тонкий такой тоже момент, конечно, что если вы там начинающий, то что я не очень люблю, когда импровизируют начинающие или играют что-то, что уходит от заданной программы, потому что можно так не очень хорошие привычки тоже заработать, особенно на трубе. Потому что если мы не готовы, то лучше туда и не лезть пока. Нужно сначала зафиксировать правильные привычки, а потом уже пробовать что-то, что вам не играть некомфортно, что-то новое. И Августина спрашивает про то, как с вами связаться по поводу индивидуальных уроков, как это происходит. Куда писать? Куда писать? Писать можно куда угодно. Можно в WhatsApp, можно в Skype. У меня контакты все. Там после каждого видео у меня на YouTube есть влог, если кто не знает из присутствующих. Можно писать... Ну, в YouTube сейчас нельзя писать. Там есть контакты все в конце. Там есть мой номер телефона, на нем есть WhatsApp, Telegram, Skype есть внизу под каждым видео. Поэтому все контакты доступны. Нужно написать. Только единственное, что сейчас уже нужно, наверное... Я сейчас стараюсь немножко фильтровать эту историю, потому что очень много народу. И нужно... Я прошу присылать, если мы говорим про... В общем, я прошу присылать... Давайте сразу скажем, куда. Гамму. Гамму ваш диапазон. Там какие у вас трудности. Гамму диапазон легата. И позиционная легата тоже ваш диапазон. Камеру на уровне лица, чтобы вот как, например, у меня сейчас там было видно с этой стороны, с этой стороны, чтобы можно было проанализировать немножко. Я смотрю, спрашиваю у человека, готов он, не готов. Что ему нужно, что он хочет получить. Потом смотрю, могу ли я это ему дать. Или, по крайней мере, в формате... Понятно, что после двух видео по 30 секунд особо многого не скажешь. Вот, и потом мы, собственно, договариваемся. Ну, и есть ли у человека там ресурсы временные, чтобы мне подходили... Временные, там, финансовые в том числе, да. Подходит ли мне систематичность, с которой он там готов заниматься? Могу ли я дать ему результат, исходя из того, что он... Какие у него есть ресурсы? Дорогие друзья, мы плавно движемся к завершению. Последний вопрос, который хочется задать. Какими качествами должен обладать педагог? Чтобы... Ну, понятное дело, что мы говорим сегодня не про технику, да, а говорим про психологию. Чтобы максимально не помешать ученику двигаться. По самому пути. Ну, вопрос, конечно, такой тоже. Во-первых, для каждого свой преподаватель. Я уже сказал, да. То есть для кого-то это может быть, там, и Семен Маркевич, для кого-то это может быть, как-то Рыван, или кто угодно другой. А с точки зрения, что для меня, чтобы был хороший преподаватель, наверное, чувствовать, что нужно ученику, и понимать, может ли он это ему дать, или не может. Вот, наверное, такие качества. То есть просто чуткость к запросам ученика. Спасибо большое, дорогие друзья. Это был Семен Маркевич. Мы сегодня говорили про психологию в музыкальном образовании, в музыкальном искусстве в целом. Мы говорили про работу на сцене, про работу с репертуаром, техническим материалом, и как это все происходит на примере истории жизни учеников Семена. Большое спасибо вам за участие. Дорогие друзья, всем, кто был на вебинаре, кто будет смотреть эту запись, до новых встреч. Может быть, какие-то напутствия для тех, кто будет нас смотреть и в записи сейчас. Семен, какие-то финальные слова, может быть? Ну, напутствия, спасибо всем, спасибо, что пришли. Это очень здорово, что... То, что вы уже, в принципе, пришли, это значит, что вы интересуетесь этой темой и продолжаете интересоваться. Это здорово, когда у людей есть энтузиазм, мотивация, про которую мы сегодня тоже говорили. И, кстати, был еще вопрос вынесен тоже, как научиться получать удовольствие от обучения. Собственно говоря, ответ – это все, что мы сегодня обсуждали. Если вы понимаете природу ваших страхов, если вы понимаете, как с ними работать, что с ними сделать, если вы понимаете, что вы занимаетесь тем делом, которым вам хочется заниматься, то тогда, собственно, вам ничто не мешает начать получать удовольствие от музыки, потому что нет преград никаких до этого. Солотые слова. Семен Маркевич, Андрей Липатов, Ланотонлайн. До новых встреч, друзья. Всем пока, хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok